по сути это как устроена система под названием жизнь как она работает чего она хочет и поскольку мы являемся частью этой системы то нам бы неплохо знать ее как бы тенденции да если мы в струе то нам бы как бы и везет да если мы против идем то как то ну как ни крути мир немножко сильнее нас и поэтому себе во вред то есть живая карта жизни это раз вторая часть это мужское женское то есть с точки зрения живой карты жизни у мужчины и женщины до разные предназначения разные функции скажем так да и если что-то создается что-то создается для какой-то функции то все инструменты в нем создаются для выполнения именно этой функции у нас этим инструментом является мозг поэтому мозг мужчины и мозг женщины устроены парам по разному да я сейчас не буду забегать наперед может быть непонятно будет почему важно именно мужское женское потому что это внутри сидит у каждого просто внутри это трудно обнаружить мы не привыкли рыться внутри себя для этого нужен опыт и так дальше поэтому проще объяснять например реальные мужчины реальные женщины да и через какое-то время вы начнете замечать это внутри свою внутреннюю женщину да и своего внутреннего мужчину да как они взаимодействовать задача наладить между ними взаимодействия сначала взаимоотношения это чувство а на основании этих чувств выстраивать уже действия то есть обращаться внутри не предавать себя и так дальше на ну в первую очередь нужно понять 이것 то я сначала коснусь вопросов отношений мужья и женщины, что большинство проблем во взаимоотношениях возникает не потому, что нет там чувств или нету нужных чувств, а возникает именно потому, что эти чувства есть. Если бы их не было, проблем бы не было. У нас просто разные мозги. Мозги мужчины и мозги женщины по-разному работают, но поскольку нас не учили, что они по-разному, то мужчины думают, что женские мозги такие же. И соответственно, когда он пытается помочь женщине, то он думает, что у него мозги такие же, пытается ее мозги переделать под свои, а ей это не нравится, она вообще это не может делать. Естественно, возникают конфликты. Она думает, что он ее не любит, раз он издевается. А он не может понять. И наоборот, то же самое. Вы поняли идею, да? То есть, это разница между мужской и женский мозг. То есть, мужская и женщина. Вообще, что такое предназначение мужчины и женщины? И почему под это предназначение у нас разные мозги? И когда мы это начинаем понимать, то, елки. Ну, то есть, уже многие конфликты исчезают просто по той причине, что мы понимаем, как он думает. И уже не трогаем его. Почему? Потому что бесполезно. Да, надо просто... То есть, мужское и женское предназначение и мужской и женский мозг. И, соответственно, я буду показывать элементарные кнопки, которые будут связаны с уже конкретным физическим взаимодействием друг с другом. То есть, там четыре кнопочки для мужчин. Вернее, для женщин. Четыре кнопки. Даже не четыре, три. Потому что, на самом деле, это три действия для женщин. Там пять действий для мужчин. То есть, каким это образом получать от женщины то, что ты хочешь. Вот пять кнопок, получай. Нажимай только вовремя. Женщинам это нравится. Вы увидите, сами отреагируете. Здесь есть и мужчины, и женщины. И так дальше. И есть два на два. Поскольку у нас не только разные мозги, но и способ их работы. Мы по-разному оцениваем события. А почему большинство конфликтов в семье? Потому что чувствуем себя недооцененным. Нас не ценят. Согласны со мной? Мы входим в взаимоотношения, а нас не оценили. Почему нас не ценят? На нас ценят, только по-другому. Мы друг другу. Мы просто используем разные шкалы. Мужчины по своей шкале. И то, что по его дорогу, по женщине вообще ничего не стоит. И он старается, 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 старается. А в итоге он на ноль поставил. И в итоге он обижается. Я же работаю, я же для тебя все это делал. Он просто... То есть, если мужчина знает, как устроены мозги женщины, он за голову хватает. Ть, что же я дурак делаю? Оказывается, можно же вот такие баллы зарабатывать. Вообще минимальными затратами. А можно... Я даже покажу, как вообще ничего не делать и баллы зарабатывать. Это М и Ж. М и Ж. И я, насколько понял, здесь две супружеские пары. Пара же, да? И у вас пара, да? Я для вас... Три? Три, потому что повторно. Ага, еще третья. Еще покажу. У нас есть, оказывается, в нашем организме так называемая кнопка перезагрузки. То есть, как правило, если семья растет, и вы увидите, исходя из живой карты жизни, что там не может не накапливаться негативные эмоции. Это в принципе невозможно. То есть, если двое живут, то влюбленность разно или поздно застынет, если ничего не делать. И если уже накопилось что-то, даже если вы будете просто стараться друг для друга все, что бы вы ни делали, просто у вас количество знаний друг о друге будет увеличиваться. А вы помните, что такое чувство? Да, чувство это образ, опыт плюс знания. И поскольку знание будет увеличиваться, опыт будет увеличиваться, да? Если с этим ничего не делать, то у вас появится очень много такого темненького, серенького опыта, да? И он потушит вот то, что горело в начале. То есть, можно, конечно, вот так вот куски перерабатывать потихонечку потоковыми технологиями. А есть одна сплошная техника, где весь этот хлам только в паре, да? Можно сразу сгрузить целым этим... Кнопочка перезагрузки. Она простая, легкая. Ее потом дома можно самому делать, но вот в групповой работе оно намного лучше. То есть, это для супружеских пар перезагрузка. И такой подарок для тех, кто вдвоем пришел, да? Перезагрузка. Просто нажмете эту кнопочку, она эффективная, запоминается надолго, смывает целую кучу мусора, годами накапливался который, да? То есть, мы просто слабо знаем, как мы устроены. То есть, по сути, весь этот тренинг, это просто изупознание себя. И когда мы начинаем познавать себя, особенно не только на теории, но и на практике, мы начинаем любить себя. Почему? Потому что такое нельзя не любить. Мы очень совершенным образом устроены. И это уже не теоретические вещи. Это вещи, которые можно прямо тут же использовать и так дальше. Ну, что там из теоретического еще будет, да? Что-то еще добавлю, да? Дальше. Это уже вот элементарный. Ага, еще будут техники влияния роста. Их можно использовать, что мужчинам, что женщинам, где угодно. Они рабочие, да? Вы, наверное, видели, что у каждого человека, с которым мы встречаемся, что-то нам нравится, и что-то нам не нравится. И обычно наша реакция, если нам что-то нравится, то мы молчим, да? Чтобы не зазнался. И иногда человек даже не догадывается, что в нем есть что-то, что нравится, да? Соответственно, разум не... Знаете, как в чужом глазу видим достоинства, в своем не видим, но мы видим друг в друге. И нам дан язык, да? То есть, если мы обратим внимание человека на то, что ему нравится, просто надо знать, как это сделать, да? То эта часть начнет усиливаться. Ну, во-первых, человеку понравится то, что ему нравится, да? Ему захочется, да? Это сделать, да? И есть вторая часть, которая нам не нравится в человеке. С этим немножко потяжелее, да? И что с этим делать? Так вот, техники влияния роста, да? Это как раз техники, которые позволяют работать и с тем, что нравится, и с тем, что не нравится, с любым человеком. Что мужчина, что женщина. Поняли идею, да? Я... Мне даже такой вот соблазн был в этот раз дать эти техники в самом начале, да? Ну, перед остальными техниками, да? Я думаю, что даже... И покажу, с каким образом это связано и с уверенностью в себе, и с деньгами. Да, техники влияния роста Бодо Шефер назвал законом нарастающей прибыли. То есть, я помню, на школе денег мы эти техники давали. Это просто техники общения. Ну, вербальные техники, да? То у людей деньги начинают расти, даже если вообще, я еще финансовую грамоту не доучил, да? Даже и мало разбирается. Но, по крайней мере, приход денег увеличивается. Ну, понятно, что то, что у тебя остается, это уже не только приход, это приход минус расход. Но с приходом начинают улучшаться. Ну, многие люди хотят действительно увеличить свой доход. Освоите эти техники, даже на той же работе, на которой вы работаете, у вас уже увеличивается доход. Верите вы в это? Просто попробуйте, да? Такого быть не может. И попробуй, потом поговорим. То есть, вы поняли фишку, да? Хотя это просто по-другому чуть-чуть разговаривать. Чуть-чуть по-другому, да? Все меняется. Отношение к человеку меняется, самими техниками, да? К себе меняется отношение, к деньгам тоже меняется, ну и, соответственно, и так дальше. Ну, это такие вот, вот это все из области элементарных кнопок, да? Элементарные навыки, элементарные действия. Почему они элементарные? Потому что их может сделать любой человек. Потому что вы их делаете. Просто мы недооцениваем эти вещи, и поэтому мало их делаем. То есть, или не вовремя. А зачастую, иногда умудряемся эти техники сделать как раз так, когда их не надо делать. То есть, наоборот, да? Обратили внимание на хорошее, когда он что-то плохое сделал. Или ничего не делает. То есть, тут тоже надо знать, как период. И потоковые технологии. Потоковые технологии, это техника включения. Вторая техника, техника принятия уроков. Это как бы базовая комплектация. И я постараюсь дать в этот раз еще одну технику. Я даже не знаю, как она называется, да? Мне ее показали. Она очень похожа вот на хопонопоно. И вы, по крайней мере, будете видеть, что такое хопонопоно. Она когда будет? В феврале? Или в феврале месяце. Здесь будет семинар. Потрясающая техника. Слышали, да, за нее, что это такое? Не слышали, да? Ну, я два слова скажу. Это Хью Лен. Гавайский доктор популяризировал эту технику. Это древняя какая-то гавайская техника. Хотя, по сути, я смотрю, они все одинаковые техники. Просто он умудрился это невероятным образом подать. Будучи врачом в психиатрической больнице, да, ну, в отделении психиатрической больницы, где, как они, люди, которых нельзя осудить, потому что в состоянии аффекта сделали, ну, как преступники, да, и так дальше. И за три года он сделал так, чтобы в этой больнице не оказалось ни одного человека. При этом. Да. При этом он ни с одним из них лично не встречался. Да. То есть он брал дело, работал с этим делом, смотрел на него, и, вы знаете, вот с точки зрения живой карты жизни сразу начинаешь понимать, что на самом деле происходило, почему они выздоровели, да. Он говорил, что если наше сознание едино везде, и поэтому, если с кем-то произошло что-то неприятное, то это потому, что в моем сознании это неприятное есть. И он работал только со своим сознанием. Он находил эту часть в своем сознании, работал им, там всего четыре слова. Четыре слова повторяешь, да. И в итоге эта часть у него трансформировалась. Это то, что он принимался урок, и этот человек выздоравливал. И в итоге в этой больнице все люди выздоровели, да. И в дальнейшем эта техника, ну скажем так, из-за этого случилось стала популярной, да. И по всему миру, в том числе сейчас семинария проводятся, потому что она ну до простоты, там не надо лезть внутрь, не надо там ковыряться, да. Не надо там разбираться, особенно те люди, которые там медитациями не занимались и так дальше, и так дальше. Вот. То есть процесс работает чисто на вербальных этих самых, ну немножечко с пониманием того, что такое значит каждое слово и так дальше. Так вот эта техника третья, как мне ее назвали? Назвали психотехника. Мне просто знакомый, хороший специалист, да, она целитель. Она мне показала несколько дней назад в Симферополе, она перекликается с уроком, но позволяет работать, если урок позволяет работать с какой-то конкретной целью, то есть это и техника достижения целей, постановки целей, то есть полностью есть и образ, да, и что мешает, и как это все убрать, и так далее. То есть это техника и осознанность, она более сложная. Включение это простая техника, вы ее пробовали на презентации, да. Вот эта психотехника, ну не знаю, давайте я назову ее пси, да, пси-техника, да, то есть она позволяет просто избавиться от мусора, да. У нас есть эмоциональный мусор, который накопился, там уже и уроков, уже давно понял, что не надо этого делать, но, как говорится, помните, ложечку украли, да, потом мы ее нашли, говорит, ну вы к нам не приходите, а почему? Ну потому что осадок остался, да. И вот этого осадка у нас накопилось столько, да, что туда и лезть, там даже урока не поймаешь, да, просто куча мусора, да, и он имеет конкретные эти вещи, то есть, не знаю, если успею сегодня, сегодня покажу, да, если нет, то завтра или послезавтра где-то воткну между уроками и так дальше. Ключевое, что я хочу и какую задачу ставить, это уроки, да, потому что, только расширять свою осознанность, да, не просто избавляться от чувств, да, ну, бессознательно, да, а именно расширять осознанность, то есть, избавляя, не избавляясь, освобождая себя от чувств, забирать оттуда знания, которые они принесли, ну, то есть, расширять свое познание, то есть, осознавать другими словами, чтобы не было более знаний, болезней, да, и так дальше. Вот, техника мне понравилась, потому что эффекты я ощутил сразу, да, и их можно хорошо чередовать, да, то есть, там иногда с уроками поработал, а потом вот этот мусорок выбираешь, она с него накопилась, там действительно очень много. Вот, вот, собственно, вроде все, да, вот эта задача этого тренинга, цель этого тренинга какая, да, то есть, чтобы каждый человек, уходя отсюда, первое, понимал отлично, как выстраивать отношения, и получил какой-то опыт здесь, да, второе, понимал, как устроены наши чувства, и как их трансформировать, то есть, освобождать себя от вот этих тяжелых чувств, да, мы их не уничтожаем, мы их не переделываем, мы просто освобождаем себя, вы знаете, как чувство, то есть, по сути, задача стоит не в том, как получить новые знания, на самом деле, вот, живая карта жизни, здесь ничего нового нет, здесь просто подобрали то, что все знают, только в такой комбинации, где складывается сразу общая картинка, ну, вы знаете, в любой информации 20% полезных, 80% как бы избыточной информации, да, это такое впечатление, что со всей полезной информацией кто-то поработал и собрал это 20%, и слепил до кучи, и в таком коротком образном виде подал и так дальше, ну, и цель, задача какая, уметь выстраивать отношения, понимать, что это такое, чувствовать, как устроен мир, а главная задача научиться работать на энергии, энергии любви, не на жизненной энергии, да, то есть, не истощать свою энергию, да, а использовать ту энергию, которая нам предназначена, которая для выполнения своего предназначения, то есть, выстраивать взаимоотношения с другими людьми, не на чувствах, которые тяжелые здесь, а на каких? На светленьких и так дальше, во-первых, это приятно, во-вторых, это намного быстрее, да, и вы заметите, что если вы освоите вот эти техники, да, то жизнь действительно реагирует, через какое-то время вы чувствуете, да, что вот, как только у вас идет определенное чувство, вы уже знаете, что жизнь начинает, как бы, как-то так, сморщиваться и подтягиваться к тебе именно то, что тебе надо, да, то есть, даже если у тебя негативные чувства, то ты уже видишь, сморщилась, сейчас подтянется, да, и успеешь еще, потому что всегда есть дельта Т, да, ничего плохого в негативных эмоциях нету, но если вы их начнете задерживать, то они начнут воздействовать, как магнит, притягивая, и это реально, то есть, начинаешь понимать, что вопрос, мы получаем результаты, не потому что мы действуем, потому что мы действуем, мы получаем мало результатов, но от того, что мы чувствуем, мы получаем огромное количество результатов. Мы намного мощнее, чем мы себе думали. Даже представить сложно, насколько мы мощнее себя. Просто когда начинаешь понимать, насколько мы мощные, то аж страшно от ответственности. Оказывается, каждая твоя эмоция воздействует на такое количество факторов вокруг нас, что подумаешь, а может это я сделал. И через какое-то время начинаешь понимать, да, это ты сделал. Ну и по сути это техника взросления, вернее семинар взросления. Каким это образом выстроить взрослые взаимоотношения. Не детские, не родительские, рассказывать кому что он должен делать, а именно взрослые. То есть разреши другому быть собой, разреши себе быть, то есть другому быть другим, себе быть собой. Итак, начинаем с живой карты жизни. Я уже на презентации показывал, что живая карта жизни это семь понятий. От творца, то есть это модель мироустройства на разных уровнях миропонимания. То есть первый уровень это творец. Что такое творец? Это все. То есть все, что нас окружает, видимое и невидимое, то, что мы осознаем, щупаем, да. И даже то, что мы не знаем, да, это все является энергией и информацией, то есть неким энергоинформационным полем или набором полей, да. Даже материя, которую мы можем увидеть, услышать, да, это тоже вибрации, энергия. И там есть информация, да. То есть она просто в таком виде, где уплотненный, тогда мы ее видим. Если она недостаточно уплотненная, то мы ее не видим, да. Мы говорим это, ну, знаем, но не видим. Мобильник работает, поэтому мы знаем, да. Мысли тоже являются информацией. Вы заметили, что какая-то мысль может так нам испортить отношение, настроение, да. А какая-то, наоборот, поднять, да. Образ тоже сам появился какой-то в голове, может либо, как говорит, убить, да, либо вылечить и так дальше. Вот. То есть и творец как надсистема, то есть вот эта энергия, обладающая информацией, можно сказать, вот эта энергия, это информация, да. И так можно назвать, да. Как и любая система имеет свое предназначение или замысел. Что-то она хочет, да, для себя. Ну и в этой модели, чего хочет творец, он хочет познать ту часть, которая еще не познанная. То есть для этого он выделяет часть себя, да, которую мы называем душой, или роль творца, душа, это разные названия одного и того же, и что и отправляет в непознанную. Вы знаете, чтобы легче понять, я вот специально нарисовал, да, что вот наша Вселенная, как все, да, его можно условно как океан представить, да, сверху в океане свет проникает, да, чем глубже, тем меньше света. И там внизу совсем мало света. Темноты, как таковой, в природе не существует. Это просто мало света. И точно так же душа, рождаясь на высших уровнях, светленькая, да, поскольку ее задача что, пойти в темноту, то там темноты нету. А где ее взять? Значит, творец как минимум должен ее создать, этот океан, да, и теперь иди туда в темноту, там и разбирайся, да, познавай то, что еще не поздно. То есть наша душа опускается, да, мы говорим, воплощается на уровень, который я буду называть словом яви, явь, да, и вот здесь они же яви, там, ну, наши предки называли это словом навь, выше славь, да, а еще выше правь, правь. А этот уровень, где мы живем, явь, уровень проявленный, проявиться явь, да. Соответственно, душа, которая является творец в действии, идя в непознанное, имеет две задачи. Получить опыт и знания, которых нет у Творца через действия в материальном мире, потому что сама душа, не имея материального носителя, она не может опыта получить, нечем, да. Поэтому она что? Уплотняется и создает для опыта что? Тело, да. Задача получать опыт. Ну, а для получения знаний что нужно? Скажем так, то тело, которое работает с информацией, да. Это ментальное тело, его называют, ум мы его называем проще. И, соответственно, вот эта троица, душа, ум и тело, опять-таки я нарисовал это как кружочки, но вы же сами понимаете, душа это не кружочек, это просто способ изобразить это дальше, как бы структуру. Вместе я буду называть словом человек, да. Есть и другие понятия, что такое человек, да, но в данном контексте это именно вот эта троица. Ум, тело и душа вместе являются человеком, да. То есть и в виде человека на уровне яви душа получает опыт. Для чего ей это надо, да. Вы поняли уже, опыт и знания являются представлениями, которые рождают чувства, и эти чувства загружаются потом в душу. И вот это и есть тот опыт, за которым послала. Ну, у души есть два, две функции. Вторая еще повысить светлость. Ну, другими словами, счастливость, да. То есть если опыт неверный, да, то есть знания неполные, тогда чувства тяжеленькие. То есть вы поняли, то есть в данной ситуации наши чувства еще и выступают как информационная система. В машине это лампочки. Если красная лампочка горит, то что это значит? Что-то там неправильно, что-то там нарушилось, да. Я хочу избавиться от своих эмоций. Глупо, да, почему? То есть нужно избавиться от красных лампочек, да. Ты просто не будешь знать, что происходит, да. Поэтому задача какая, если у меня есть негативные эмоции, то это просто сигнал, что что-то у меня неправильно. Либо я опыт неправильно получил, не тот, да. Либо знания не так интерпретировал, да. То есть мы отличаемся чем? Только опытом и знания. По сути мы все являемся душой, которая имеет в биоскафандре ноутбук. Просто в этот ноутбук у каждого загружены разные знания, то есть образы и мысли. А в тело загружен разный опыт. Клеточки там, помнят, там разный опыт. Потому что мы по-разному рожались, по-разному воспитывались. Даже в одной семье два брата, казалось бы, ну все одинаковое, да. И родители, и там, и гены, и, но опыт у них разный. Потому что он и не полез в розетку, другой только наблюдал, да. Я просто по своим детям знаю, что у нас старший везде всегда лез и получал, да, а младший всегда со стороны получал, да. Но старший так это наглядно показывал, да, то палец обжег, да. Младший уже не лезет, потому что тот так орал, что он понял, что ему больно, да, эмпатия включилась. Поэтому он не лезет, да и они совершенно разные. Они абсолютно разному коммуницируют, да, по-разному общаются и так дальше. Если старший такой более закрытый, ему тяжело общаться с людьми, хотя очень толковый, образованный и так дальше. То второй еле учился, еле девятый класс закончил, но зато в 19 лет он уже деньги зарабатывал, то он мгновенно мог находить это самое. Почему? Скажем так, его опыт не так болезненный, да. И так дальше. То есть они как-то старший за двоих прошел, да, и так дальше. Ну это я, свой личный опыт, это не значит, что у всех так будет, просто они разные, хотя в одной семье воспитывают. У них разный характер абсолютно, разные внешние они. Они по-разному коммуницируют, да, по-разному зарабатывают, по-разному сейчас, да. Вот. И поэтому душа здесь болтается, да, что она делает? Она получает свой опыт. То есть, по сути, вот на уровне Яви, можем сказать, что есть некий ясельки для души. А наша планета, да, является космической академией по подготовке творцов. То есть, что мы делаем, когда ребенок, какая наша цель, если родился ребенок? Воспитать его, правильно? А что такое воспитание? Вот оно воспитание, это когда восходящее питание. Когда в нашу душу попадают образы, которые возвышают ее, приближают к тому, откуда она пришла. Потому что задача души вернуться туда, откуда пришла. Куда? К творцу, к свету. Вот назад вернуться туда. Вправь. Только сначала надо что? Получить опыт. Потом что? Принять его. Дальше. Передать его. Получить, принять, передать. Если что такое принять? Это сделать так, чтобы темненькое было светленьким. А как это сделать? Запятую поставить и дорисовать, что там оно значит и так дальше. Поняли? Тогда душа что? Поднимается выше. Это знаете, как гелий. Тяжелый камушек, шарик опускается. И вот душа здесь болтается, 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 болтается. Пока ей тут не надоест. Она получила нужный опыт, просветлила. Стала светленькой. Ну, мы называем ее святой. Дальше и на этом уровне яви делать нечего. Тогда она переходит на уровень слави. И работает уже, организовывая условия для роста новых душ. Ну, то есть нас. То есть какие-то души наших предков там работают. Сверху здесь не проявляясь. Некоторые даже приходят сюда в виде каких-то аватаров. Приносят знания в период каких-то перемен и так дальше. Мы их называем там пророки или святые и так дальше. Поработала в славе, там повысила свою светлость, добралась до прави, зачет сдала. Как академия, да? Потом поработала в праве, стала кем? Творцом. Собственно говоря, такая ее задача была. Получает свою вселенную. Идет, наводит там порядок. Создает свой франчайзинг по подготовке. Это называется, в славянстве это называлось круг абсолюта. Круг творца. То есть таким вот образом рождаются новые вселенные, расширяются. Вы же знаете, вселенные расширяются. Что значит развивается вселенная? Это значит, что она больше становится, расстояние, да и появляются новые звезды. А что такое новая звезда? Это большой бабах. Что-то взорвалось, правильно? Ага, собрался, бах, взорвалось. А вот подумайте, как... Можете себе представить, взять гранату, кинуть в сейф, закрыть его на 2 миллиарда лет? Открываете, там планета летает. Вы можете в это поверить? Конечно, не поверим, потому что наша физика материального мира говорит, что есть закон энтропии. Что в любой системе без воздействия извне количество энтропии увеличивается. Перевожу. Энтропия это беспорядок, бардак, короче. То есть в любой системе, в любой хате без уборки количество мусора увеличится, да? В любой душе, если там не убирать мусор, количество этого темненького увеличится. Почему? Потому что темный это неупорядоченность или хаос. Задача какая? Навести там порядок. То есть не навести, а обнаружить порядок. А как его обнаружить? Свет направить туда и увидишь порядок. Мы когда в подвал лезем, и там темно, там беспорядок. Хаос, мы не можем понять порядка. Но стоит включить лампочку, а так вот полочки оказываются, да? Поняли идею, да? То есть задача залезть туда в душу, посмотреть, что там за беспорядок, да? Посветить, просветить, сделать светленькие. Хотя в принципе можно этого не делать, никто не заставляет. Почему важна эта отмена, да? Планета Земля, я не знаю, единственная или не единственная, да? Я согласен, и это легко доказать, что в мире есть разумная жизнь, и это бесконечное количество раз. Я недавно смотрел передачу, физик один выступал, он легко доказал чисто физически, что не может не быть жизни. Даже на нашей планете она была несколько, ну, много раз, да? Это математически доказывает, да? Так понятно и доступно стало, что вообще не представляю, зачем эти телескопы строят, чтобы обнаружить жизнь, да? Есть жизнь или нету жизни, да? Математику включите, да, сразу понятно, что она и есть, и была, и будет, и бесконечное количество раз в бесконечной вселенной, да? Это закон. Вот. К чему это сказал? Не знаю, да? В общем, а, что наша планета является планетой свободы выбора. То есть, кто такая душа? И тут легко объяснять, если душа это кто? Творец, то кто ей может запретить? Сам себе запретить. То есть, решить, что поменять свой опыт. Может она не просветлять это? Конечно, может. Имеет право полное. То есть, какой-то опыт я хочу, ну, сами понимаете, если завтра тебе создавать вселенную, там же и тьма, и свет есть, да? То есть, надо же как-то научиться и с тьмой работать, и со светом работать. Я хочу важное, чтобы поняли, да? Что тьма – это не плохо. И свет – это не хорошо. Оно просто разное. Ну, как говорится, темноту и свет творец создавал с одинаковой любовью, да? И зло не всегда идет от темноты, а добро не всегда от света. Бывает такое, что мы хотели добра, а получилось как-то наоборот, да? А бывает такое, что думали, что это плохо, а оказалось, что это наоборот, это хорошо и так дальше. То есть, в жизни нет плохо и хорошо, в жизни есть творец, просто для того, чтобы… Что такое тьма? Вот, это мало сознания, это стул, да? Разве это плохо? Это хорошо, просто если им уметь пользоваться. Точно так же, как нож. Можно и порезаться, можно и борщ, ну, салат готовить, да? То есть, всем нужно иметь пользоваться. Тем более, как получить опыт и знания? Надо уплотнить светлое, да, чтобы оно стало плотным, да, темным, да? Пойти и разобраться, как оно там устроено, и оно уже и посветлело. Ну, то есть, самое главное, что нужно понять, что тьма неплохо, свет нехорошо, это все творец, да? И для чего это все это нужно, да? То есть, попроще, не надо бороться с чем-то, что тебе не нужно. Потому что это тебе не нужно, а может быть, кому-то нужно. Поняли, да? И если вы заметите, творец ничего лишнего не делает. Даже комары для чего-то нужны. То есть, для чего? Вот разберись, кто разберется, я уверен, Нобелевскую премию получит. Потому что как используешь, есть целая куча, да? Как их использовать, никто до сих пор не знает. Сидят, только жалят, и так далее. Может, кто-то уже знает. То есть, к чему я говорю, что если что-то создано, то творец имел какую-то мысль насчет. Если вы угадали эту мысль, расшифровали ее, да, открытие пришло, то и заработаете на этом, да? И еще и радость получите, какую-то медаль дадут, да? Если не разобрался, будешь ругаться с ним. Ну, творец, естественно, будет смотреть, кто там буянит, да? Я тут создал, понимаешь, нужное, оно бестолковое. Закончил институт, где комаров не изучали. Начинаю с ними бороться, ну, а они мне нужны, да? Мне то же самое вот за нефть говорят, что вот мы там нефтью портим эту самую, это плохо, надо что-то там делать, и так далее, откуда мы знаем, да? А может, нефть это как бы рак земли, ее надо было вылечить. Может такое быть? И творец что придумал? Подкинул кому-то идею, как из нефти делать бензин, и потихонечку лечим землю, да? Через какое-то время вылечим, нефть кончится, ну, подкинет еще какую-то идею, как там на атмосферном электричестве есть. Может такое быть? Может быть. Поэтому не торопитесь ругать вот эти нефтяные компании, и так далее, и так далее. Конечно, кто-то воспользовался, пользуясь неграмотностью большинства населения, как на этом можно лохотрон устроить, и так далее. То есть ничего плохого нету, потому что мы не знаем, как мир устроен, вообще какие замыслы, но кое-что мы можем знать, это уже не сомневаемся в этом, и так далее. То есть душа здесь вот болтается, болтается, и вот этот курс предназначен не для слави, не для прави, не для нави, да? Тут бы с явью разобраться, да? Чтобы как раз на то время, пока мы получили этот скафандр, получить как можно больше позитивных эмоций, то есть выполнить свою миссию в контексте повысить светлость, да? Ну что, светлость — это счастливость. Что такое светлость, может быть, кто-то не понимает, но что такое счастливость, понимают все. Вот неплохо быть бы счастливым, да? Если при этом мы получим опыт хороших денег и приятных знаний о себе, то вообще счастливость только увеличится, и так далее. Поняли саму идею? Вот для этого курс и предназначен. Уже кто-то, может быть, на базе этого курса создаст когда-то, как там в славе поступать, учиться там в праве, и так дальше. Откуда и православие пошло, поняли, да? Другими словами, кто-то называет это адом, кто-то раем. Ну в разных культурах это по-разному называется, да? Ну какая разница, тьма или свет? Я одно хочу сказать. Тьмы нету, есть мало света. Ну вы поняли, субъективно тьмы нету, и объективно нету, да? То есть если загрузить вагон темноты, самой темной, завести сюда и разгрузить, то тут не потемнеет. Уловили идею, да? Потому что тут нету тьмы, есть мало света. Физики называют светом, а народе называют любовью. Ну светлое чувство мы называем, любит человек, светленький, да? И так дальше. А темный страх? Ну точно так же, как тьма, это мало света, то страх это что? Это мало любви. То есть мы можем сказать, что на языке народа, на языке физики, можно сказать, что весь мир состоит из света, просто его или мало, или много. А на языке человеческом все состоит из чего? Из любви, просто я либо мало, либо много, да? Но где-то ее меньше. Страх это что же любовь, да? Это любовь к себе, чтобы не помереть. Из-за этого у нас жизнь обеспечила страхом. Со временем мы, главное, чтобы не постоянно в страхе, да ничего плохого в страхе нету, но он даже полезный. Если им правильно пользоваться, да? Как быстрее до центра города добраться? А сейчас я собаку спущу, да? И никаких как не надо. Страх поможет найти дорогу, да? Вы же помните, что со страхом мы можем... Весь вопрос, где он стоит? Если спереди, то он нас тормозит. А если его сзади поставить... Да, да. Нет, это, говорит, я понял, говорит, мне все время было тяжело делать. Почему? Потому что если я что-то делаю, я боюсь. Боюсь, вдруг не получится. Бою, вдруг высьмию, да? Но стоило мне представить, какой будет моя жизнь, если я ничего не сделаю, то ужас ничего не сделать, да? Оказался сильнее страха ошибиться, и этот ужас погнал через страх аж бегом, да? Вы же сами понимаете, если у нас с двух сторон собаки, то мы будем бежать от более страшных к менее страшных. Поэтому я не сторонник, конечно, ужасы создавать, да? Чтобы страхи преодолевать, да? Ну, по крайней мере, страха уже не боишься, бы ужас, да? И так дальше. Ну, это тоже работает, да? На худой конец можно и этим пользоваться, если уже припекло, там, и так дальше, да? Обычно же болезнь это что? Это уже страшно. Если раньше не думал о себе, почему, ну, что страшно было о ком-то не подумать, да? Ну, когда уже заболел, то страх потерять жизнь становится сильнее, и мы начинаем таблетки там пить, ну, что-то делать с собой. Ну, как жизнь еще иначе, чтобы вообще не развалился человек? Пугануть его хорошенько каким-то кризисом. А что такое кризис? Это изменения, к которым мы не готовы, которых мы боимся, да? Ну, и вы знаете, мне дали такую аналогию. То есть я, по сути, смотрите, эта схема о чем говорит? Что у каждого из нас есть предназначение идти в непознанное. Идти туда, где ты еще ничего не делал. Как-то там же страшно и так дальше. И это выглядит, от меня вчера, не вчера, а позавчера на презентации в Киеве, да? Парень один, он говорит, ну, понимаете, говорит, делать этот бизнес, ну, какая разница, этот, не этот, делать что-то новое, там страшно. Это как в темную комнату заходить. Конечно, если я выхожу весь там в цепках с бриллиантами, с темной комнатой, говорю, пацан, да там нормально, все, да? Ты туда заглядывай, но как бы и хочется, да? Ну, непонятно что. Конечно, если я тебя возьму за руку, да не бойся, я только что оттуда, я тебе сейчас покажу, где там что лежит. Просто, знаете, когда со света в темноту заходишь, то сначала не видно, а он уже там, как бы, прощупал, уже нащупал, уже знает, на какой полочке где что лежит, где мышей нет, где крыс, да? И так дальше. Показал один-два раза, и ты уже начинаешь как-то на ощупь там что-то видеть, да? Ну, как бы, вы поняли, эффект того, кто уже ходил. Почему нам наставник нужен? Потому что он знает уже, где переступить, где швабра стоит, там, где грабли, да? И так дальше, да? А если он скажет, да, там есть риск, иди, получишь полгута, конечно, туда не хочется, да? Страшно, пока сзади кто-то не испугает, да? Это как роды, да? Рожаться страшно, там же непонятно что. Но тут, когда начинает прессовать со всех сторон, бедный ребенок не знает, куда деваться. Конечно, где-то там тыкается, в конце концов, находит, куда выскочить. Вылетает, да? То есть мы уже прошли этот спецназ, да? Просто забыли. Почему дети такие вот уверенные в себе? Потому что он прошел уже. А при родах у нас идет запись алгоритма успеха. Сначала у нас шоу, 9 месяцев, классно, правильно? Там единство с мамой, защищенность, мне надо не за работу ходить, ничего заслуживать, выпрашивать. От мамы все идет, даже мама хочет, не хочет, все равно с нее идет, притом лучше. Ее там тошнит, ее там этот самый, а он себе там, да. То есть природа так устроила, что ребенок первые 9 месяцев, полное единство, полное изобилие, полная защищенность и званность. Мама еще и хочет его. Просто так. Представляете, какая классная. Это записывается, что вселенная такая. А потом вдруг ни с того ни с чего, вот это все начинает сжиматься, и все наоборот. Там где единство, там что? Разобщенность, иди отсюда. Он не может понять, куда и за что вообще это все начинается. Там где защита, полная беззащитность. У кого просить? Никого ж кроме мамы нету. И шли, и эта мама начинает тебя штормить. Подростковый период начался. Куда-то тебя толкают, а куда непонятно. Иди куда-то что-то делай. И он не знает, там еще и канал закрытый. Вместо изобилия пережимается вот эта пуповина, не хватает ему. Он задыхается, начинает нехватку узнавать. Вместо званности, а наоборот, ненужность. Представляете, как он себя чувствует? Вот эти вот предродовые вещи и так далее. Вторая матрица так называемая. Подростковая. Все повторяется в дальнейшем. И в конце концов ребенок уже понимает, что вперед трудно, назад невозможно. Тут уже назад не вернешься. Уже все, социализма нету. 9 месяцев или там 70 лет, да, кончились уже. Уже как ни крути, со всех жмет капитализм. Да, и уже надо где-то искать. И выхода нету. В конце концов, бах, открывается выход. Чем? Башкой. То есть, что записывается? Выход есть, даже если нет выхода. Он записывает на генном уровне. Ага, сгодится. Сгодится в жизни. Сгодится. Второе, что вы заметили, что он не глазами вперед выходит. На что это записывается? Выход не там, куда смотришь. Шевели глазами, а не в одну точку за работу. Уперся и все, больше ничего не вижу. Нет денег. Конечно, ты же в одну точку смотришь. Хоть ширше, да, подними куда-то глаза, где тоже они есть. И так дальше, да. А для чего это все нужно? Систему надо в боевое положение привести. Как ее ввести? Дать нагрузочку, чтобы поддержала. Как нас встряхнуть? Чтобы система была устойчивая, ее надо регулярно встряхивать. Встряхнуть, да. Лукашенко хорошо понял эту систему, да. Я постоянно перетрахаю свой парламент. И теперь я знаю, кто у нас депутатов в рот, а кто не в рот. Смотрите, все, отец нации, да. Стабильная система, живут люди счастливые и так дальше. Почему? Потому что он системотехник. Знаешь, что надо встряхивать регулярно и так дальше. Вот так жизнь нас и встряхивает. В конце девятого месяца, потряхала немножечко. Дальше канал открывается и начинается изгнание из рая. Это что значит? Кратная матрица, иду куда-то непонятно куда. Он же не знает, что там на выходе. Он понял, что он идет умирать. Но назад уже точно так жить не могут. Туда не знаю что, но там точно не могут. Как это? Низы не могут. И не хотят. Да, уже хоть куда-то, но не так. Любого президента, только не этого. И вот он начинает лезть по этому каналу. И там идет запись. Заметили, ребенок крутится. Он же не просто лезет туда. Казалось бы, природа. Делал, вылетело бы и все. Нет, голова больше, чем канал. Зачем так сделано? Женщины мучаются и так дальше. Все продумано. Крутится, что записывается. Даже если не пролезешь, ты пролезешь. Надо просто что? Хочешь жить? Думаете, откуда это пошло, да? Второе. Женщины не так, что напыжилась, как в туалет сходила. А так, нажала, отпустила. Нажала, отпустила. Мы просто дома рожали. Там 45 секунд схватки идут, а потом отдыхает организм. Чему ребенок учится? Тактичности. Не надо рыпаться. Слушай природу. Если нажала, перебирай ногами. Если же отпустила, отдохни. И через какое-то время он учится ритм слушать. Такт. А уже на выходе, как на дембеле. Да уже и уходить не хочется. И выходит уже, все, елки. Так оказывается, я не умер. Я родился, да? Он, ты думаешь, он насмерть идет. Уже привык как-то так, знаешь, по каналу идти. Там же не просто так. Несколько часов он там целую жизнь. Там же время по-другому идет. Он же все умеет. Тактичный, крутиться умеет. Слышит маму. Чему нас учат? Слушай природу. В природе тоже есть циклы, вибрации. Вот прижала чуть-чуть, перебери ножками. Только отреагируй. Почувствуй это. А это записано в теле. То есть мы снабжены. Самый лучший сперматозоид. Добежал. С 500 миллионов. Да? Самого лучшего. Пустили сюда. Остальные, извините, братва, медленно шевелите булками. Поэтому мы состоим. Тут только спецназовцы. Еще есть специально подготовленные. Конечно, он рождается. 500 миллионов. Он первый. Так я герой. До зеркала что? Да ползет. Я плохо выгляжу. Мама, верни меня обратно. Не, он какашки размажет. Не гордиться будет. У него нет представления, что это плохо. У него все хорошо. То есть мы с этим родились. Поэтому, когда я буду считать эту живую карту жизни, вам ничего нового не... Потому что это все всплывать начнет. С клеток. С генной памяти. Да я знал, что я для чего-то большого родился. Я знал точно, что я творец. Уже потом меня загрузили там, что я кусок мяса с паспортом. И моя миссия ходить на работу, делать нелюбимую работу. А потом забеднеть и помереть в бедности. Пенсия называется. И вот не те представления. Это счастливым не делает. Есть. Так. Как человек устроен? Понятно. Как... Что такое взаимоотношения? Да. Особо подчеркиваю. Взаимоотношения. Почему перевожу? Что это не просто связи, как физики. С помощью вот взаимоотношений, то есть энергообмена, мы связаны со всем миром. Со всей вселенной. Почему? Потому что чувства, они не имеют границ. То есть злость может быть и здесь, и на Луне. Я думаю, что на какой-нибудь Центаврис, Альфа, Андромедия и так дальше, и так дальше. Это просто волна. И она не во мне. Канал не во мне. Я просто на него настроен. Он и во мне, но я на него настроен. Я могу на него перестроиться. Могут телевизор, будучи в сфере действия канала Интер, показывать 1 плюс 1? Может такое быть? Почему? Могу же так переключить? В этой комнате есть Интер? Да. А 1 плюс 1 есть? Да. Заметьте, в энергетическом мире в одном и том же месте могут много быть волн. Они просто разные частоты. Своя частота звучания Винтера и так дальше, и так дальше. Точно так же и в чувствах. В злости своя, в радости своя. Но они в одно и то же. Это два стула нельзя впихнуть в одно место. Они не стоят. Место занимает. А волна занимает место. Притом везде и в этом месте может много быть. В том числе и в нашей душе. Душа наша везде. Душа уходит. Куда она уходит? Она и так везде. И уйти некуда. Поэтому в сфере нашей души просто она уплотнилась именно в этом месте. Именно в это время. Поэтому мы живем, как говорят, живем на этой планете. Мы живем всегда, везде, но в физическом мире на этой планете в данное время. И получаем именно этот опыт. Потому что так решили. Решили, там другой опыт получат, когда этот получим. Я туда не лез, но я думаю, что если душа решит получить тот, то и получит. Почему? Потому что она творится и что хочет, то и получает. То есть можно сказать, что наша жизнь это большой компакт-диск. Можно играть сразу с девятого уровня? Можно. Можно с первого. Скажите, все уровни сразу на компакт-диске? И прошлое, там Рим, и сейчас, и так дальше, и так дальше. Просто наша жизнь это большой компакт-диск, а душа тык-тык-тык. Ага, вот этот уровень мне понравился. И пошла повоевать. Почему? А интересно, там же не с кем. А опыт хочется получить. Мы же играем в фильмы или в игры в войнушки. Играем, да? И никого не осуждаем, что там застрелил, три танка подбил. Так вот наша жизнь такая же. Мы просто играем в войнушку здесь. Кто-то хочет повоевать, кто-то мир наладит, кто-то еще что-то. Ну, имеешь право. Весь вопрос, какая вообще общая цель? В итоге тебе создавать вселенную, поэтому научись и войнушке, и мириться, чтобы все умел. Стану спецназоватся, пошел, получил и наводи там порядок. Кто-то же наводит порядок в этих галактиках. Кто? Души, которые раньше прошли спецназ на нашей земле, потом в славе, потом в праве. Получили зачет, получили диплом свой на управление вселенной. Получили, не зря же говоришь, у каждого есть своя звезда. Не только звезда, но и галактика. Вот там тебя ждут эти самые. Ну, не торопись, успеешь. Тут бы слезать все что-то вкусное и так далее. То есть идея самопонятная, да? Вот вы знаете, когда я услышал живую карту жизни, вот баня для мозгов, это мое понимание было там 5 или 7 лет назад, как я понимал систему целостности. Ну, здесь больше такой научный, физический подход там и так дальше, да? Когда я познакомился с этим, тут понятие душа появилось, творец. Хотя здесь тоже есть информационное поле, назовите его по-другому. Тоже тут все, Бог и так дальше. Уже тогда как бы проблески сознания пробивалось. Но когда познакомился с вот этой концепцией, она как-то ближе легла, потому что сейчас возьми любую там Коран, возьмите Библию, возьмите там индуизм. Это все находится там, такое по-другому называется, а смысл тот же самый. То есть более универсальные знания, они мне больше нравятся, легче с ними. Да, и есть понятие душа, зачем она, да? И там нету чувств. Хотя есть там понятие гармония, но тогда я еще сам не понимал, что такое гармония. А гармония это что? Это баланс энергии, да? То есть равновесие в чувствах. Я дал то, что я хотел и получил то, что я хотел. Когда вот это равновесие, то, что я даю, что мне нравится, и то, что я получаю и что мне нравится, да? совпадают, ну, как бы равновесие, то это и есть гармония. Так вот, сейчас я считаю, что в первую очередь надо с гармонией начинать. Потому что если нет гармонии, предназначение к добру не доведет. Потому что ты один прешься, а то, что ты берешь или даешь, больше, чем наоборот, да, и начинается дисгармония, и жизнь начинает тебя там притормаживать. Знаете, если там зародыш начал все время дергаться, да, а не тогда, когда с хваткой, ну, тяжело было бы. Поэтому здесь задача чувствовать, а для этого нужно научиться открывать чувства. То есть у нас пришло время открывать чувства. И основа, да, почему вот я, ну, чувствую, что и сегодня вот эти тренинги крайне важны научиться, да. Опять-таки в живой карте жизни есть такое понятие, как переход, да. Что какое-то время понятно, что душа могла получить этот опыт, его нужно создать, да. Как это физически сделано? Наша планета в свое время зашла в ту зону, ну, она же крутится, да, вокруг, в своей галактике. Галактики — это там 300 миллионов световых лет. Эти звезды вместе, где-то на окраине это Ориона, ветви от Ориона — наше солнышко, да, и уходя по окружности, наша планета проходит разные зоны светлости, да. И вот примерно тысячу лет назад она вошла в зону темноты, да, ну, закат начался, так называемая космическая ночь, да, и вот в 2012 году она закончилась, да, началась она где-то там в 988 году, где-то вот так вот, да. Для чего? Задача души была получить. Ее называют эпохой рыб, ночь сварога славяне называют, там, калиюга индусы называют, ну, то есть в разных, ну, мудрецы и жрецы знали вот эту фишку, да, в народе это не сильно преподавалось. Задача какая, да, это опыт тьмы получить. То есть задача какая? Из информации надо только ложь давать, да, ну, то есть неправду. И вот понеслась, понеслась, понеслась. Из обмена экономика — это неэквивалентный обмен. Побольше отдать поменьше. Ну-ка, получите опыт неправильности, да, это, знаете, приемо-сдаточные испытания, да, там, из, там, политики, да, не защита лад, влада — это в ладу, да, а здесь надо делать без ладя, да. И в итоге начались рушиться, да, вот видите, одна империя, вторая, третья, в конце концов, вон, дорушились, уже осталось, то есть, сколько-то Украины, и ту, наверное, уже разделить на запад и восток, а то дробить, в конце концов, чтобы была страна Серега, Серена Оксана, да, 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 вот такая, вот разделяй и властвуй, да, поэтому легко любее управлять, ну, понимаете, если руку отпилить от тебя, то с тобой легче справиться. Ура, мы будем самостоятельными, нога поскакала, да, это ж... Ну, понимаете, ну, понимаете, я удивляюсь, почему системный подход не изучают, потому что любой человек бы понял, что если разделять большое, то он станет слабее. И тогда с ним легче справиться. Люди интуитивно это понимали, даже где-то проголосовали, что надо все-таки сохранять единство, да, ну, как-то в голове запихнули разобщенные мысли, вот эти представления, и в итоге ура, мы самостейные. И что теперь, желудок самостейный, да, сейчас еще самостейный, давайте области самостейные, еще легче справиться, да. Вот это и есть эгоизм, да. Эго это представление о себе неверное, маленькое, да. На самом деле мы большинство, и задача какая? Объединиться. Как чем больше единства, тем больше результатов. Откуда берется единство? Что если один элемент и второй элемент, создать между ними взаимоотношения, связи, да, то в результате появляется синергетический эффект. Оно становится системой. Система это что? Система это нечто целое, состоящее из элементов, связанных между собой, для выполнения какого-то предназначения. Так вот это предназначение и есть синергия. Это то, скачкообразное увеличение общих ресурсов системы. Появляется то, чего раньше не было. В народе это чудо называется. В физике синергия или резонанс. Вдруг ни с того ни с сего появляется энергия. Где она берется? Физика говорит, синергия. А что это? Не знаю. Закон такой. А что такое? Ну, так, вот так как-то оно устроено. Изобилие, да. То есть о чем это говорит? Что чем больше элементов внутри Творца объединяется во что-то большое, тем больше идет ресурсов появляется. Из ничего. Общих это материальных и нематериальных. Мама с папой вошли в связь. И что? Один плюс один будет сколько? Сколько хочешь. Хочешь двое, хочешь трое, хочешь четверо. Хочешь сколько хочешь. Раньше там 16 детей. Нормально. Сейчас впихнули в голову, поменьше надо. Для чего? А много народу, кому-то не нравится. Вот вдвоем одного родителя, и это в голову впихивается представление о жизни. Чтобы не рожали. Ты чего? Как же ты будешь жить? Тут кризисов добавила. И так дальше. То есть самое главное, что связи создают синергию. Чудо. А связи это что? Это взаимоотношения. То выгодно создавать связи? Конечно, выгодно. То есть их невыгодно не создавать. Потому что мы тогда получаем что-то из ничего, вернее из Творца. Потому что так мир устроен. Вот почему я изучаю связи, взаимоотношения, как системотехник. Потому что как системотехник я понимаю, разрежьте связи, синергия исчезнет. Но мы станем слабее. Просто, как двери. И задача какая? Создавать взаимоотношения. То есть создавать единство. То есть увеличивать единство. Только воодушевляя других людей реализацией своего предназначения. Вот такая вот вещь. Потому что наше предназначение какое? Повышать светлость. И если мы понимаем, что светлость это чувство, а чувство это взаимоотношения. То мы начинаем понимать, что счастливость или светлость. Это как раз и есть создание взаимоотношений. То есть наше предназначение создавать взаимоотношения, то есть увеличивать единство. И если мы его не делаем, то что-то нам не везет. То есть процессия со знаком минус. Уловили, да? Вот и все. Хочешь, чтобы тебе везло, увеличивай единство. То есть создавай взаимоотношения, то есть счастлився. Не будешь счастливиться, будешь слабее, будет не везет и будет долго, больно и так дальше. Для чего нужна эта ступень? Чтобы счастливым стать. Так вот о чем я говорю. Что вот здесь вот переход. Если раньше сюда основой здесь был страх. Почему люди замуж выходили? Потому что страшно одному. Почему люди объединялись в племена или еще что-то? Потому что нападут и не отобьешься одному. Почему боялись общественного мнения? Потому что если мнение признает, что ты урод, то тебя выкинут от равносильной смерти. Ты не защитишь, не выживешь сам. Поэтому до сих пор этот пещерный инстинкт. Вдруг что подумают, и мы боимся. Ну и что? Сейчас уже ничего не будет. Никуда не выгонят. Куда не выгонят, там люди есть. А инстинкт работает уже. Везде можно договориться и так дальше. Что там подумают? Вот кто-то сидит и думает о тебе. Делайте мне ничего. А мы боимся этого. То есть здесь был страх. Замуж чего выходили? То же самое. Боялись одиночества. Чему сдержали из-за того, кого не любишь? Ну хоть какое-то, но есть, да? А там Бог его знает, кого, что там завтра, да? И так дальше. На работу чего ходили? Боялись без денег быть. И деньги есть? Нету. Ты что туда ходишь? Чтоб деньги были? А есть? Нету. Ты что ходишь? Чтоб деньги были? А есть? Нету. Ты что туда ходишь? Сколько раз надо задать этот вопрос, чтобы дошло, в конце концов, что осознанно, да? Что там нет денег, что туда ходить? Ходят. Некоторые и без денег ходят. Было же такое, что по шесть месяцев не платили, а оно бедняга ходит. Почему? Какая-то же зараза его тянет туда. Представление, что дадут. Представление о жизни. И представление, говорят, это философия. Тогда это философия. Только надо понять. Философия это понимание, как устроен мир. Дословно, да? Философия знания о мире и о месте человека в нем. То есть, какое, да, зачем там человек и так далее. Это философия. Ну, что такое философия? У меня есть представление, голым ходить плохо. Конечно, я могу говорить, а мне без разницы, что люди подумают. Но если я увидел себя голым, сразу, кто меня вот это сделал? Философия. Ну что, ребенок, у него нет философии, голым ходить плохо. Ему по барабану, да? Он даже, ему действительно по барабану. Он никому не говорит, что мне по барабану. Он знает это. Когда мы что-то знаем, мы никому не убеждаем. А когда я не уверен, там мне все равно, что люди говорят. Это сто процентов не все равно. Так, все наоборот. А если ты кого-то что-то убеждаешь, то значит не веришь. Если я верю, что я Валера, я не буду. Вы знаете, я верю, что я Валера. Я не буду этого говорить. Почему? Потому что я это знаю. Если я говорю, ну я верю в Бога, это значит, что я в него не верю. Поняли, да? Я верю, это значит не верю, если я говорю. А если молча, делаю, как будто оно есть, то это и есть. В это значит и есть. Верю. Настоящая я верю. А поверь в вашей и... Не тогда, когда ты говоришь, я верю. Не верю, что ты веришь. Если верил, что ты такой, ты совсем по-другому. Если ты верил, что ты творец, ты можешь что? Все. То что ты делал сегодня? Тут же страх исчез бы. Задача была какая? Забыть, разрывать единство с Творцом. Проверить, может ли, например, да, может ли душа выдержать свет, удержать свет, но вперед темноты ночью. Если кто-то совался сюда с любовью в этот период, а не с ложью, не со страхом и так дальше. Чем заканчивал? Крест, распятие, да, костер или дурка в последнее время. Не суйся. Не время. Думаешь о людях, будешь сидеть. Некоторые шли на это. Подвиги совершали. И подвиг духа, да. Даже в темноте люди умудрялись думать о людях. Мы их помним. Почему? Потому что нация существует до тех пор, пока есть такие люди. Кто эти люди были? Люди были, которые наверняка имели доступ до своей души и понимали, что Бог с ним с тем телом, да. Зато в душе будет какой опыт и знание? Я такой. И это останется, да. Потому что душа не помрет, а тело, ну что, новое склепаем и так дальше, и так дальше. Потому что если бы человек знал, что он в этом жизни помрет и дальше ничего не будет, он бы вряд ли решил себе там абразуру закрыть и так дальше. А так что-то включалось. То есть подвиги даже тогда совершались. А сейчас задача всем подвиги делать. Почему? Потому что день начался, а днем совсем другие правила. То, что ночью можно было, ночью нормально было спать и не думать. Нормально было там ходить на работу, там ремегать, терпеть и так дальше. Это нормально. Сейчас уже нет. Сейчас вот эти, как это сделано? Планочки вот эти опустились. И уже терпеть не в моготу. Не могу уже терпеть вот этого. Ну, естественно, по привычке, вместо того, чтобы решать вот это, мы стараемся что? Убежать. И поэтому вновь разваливается союз. Не можем мы уже терпеть вот этого. Вот развалился союз. А до этого Российская империя развалилась. Да, Финляндия там отпала, там Порт-Артур, Польша и так дальше. Ну, слабовато. Сталин чуть-чуть назад присоединил. Еще и пол Европы цепанул, да? И это развалили, в конце концов. Сейчас Украина. Норовят дальше развалить. И так дальше. Но сейчас уже пришло время что? Собирать. Вот сейчас тех, кто со страхом, уже больно. Я чувствую, что скоро вот как политиком стал, но только соврал и уже потемнел. Ты еще три раза соврал и уже в больнице. Не так уж много людей туда будет рыпаться. Просто время надо какое-то, да? То есть не подумал о единстве, только о себе подумал. Опа, болячка. Пару капельниц поставили, еще раз, уже рефлекс вырабатывается. Ну, я в баню, может, правду говорить. И уже другую политику или что-то надо делать, да? Или не врать. Там же честно будет. Я что-то чувствую, что через какое-то время мы и мысли друг друга будем видеть. Их невозможно будет спрятать, потому что они чувствуются. Мужчины вообще в ужасе, да? Так это что, женщины будут все мои мысли чувствовать? Да? Я думаю, женщины не уменьшили. Да? Поэтому, если раньше время, до ветхая эпоха, до перехода, это эпоха успеха была. Ее символом был успех, а материальным проявлением накопление. Накопи как можно больше. Денег, власти, недвижимости, без разницы. Машин там и так далее. Чем больше у тебя, вот этого, тем ты круче. Сколько такие, с точки зрения здравого смысла, давайте так, с точки зрения творца. Сколько ему надо, чтобы у тебя машин было? Твоему по барабану твоей машины, да? Их в гроб не положишь, туда не заберешь. Ему нужно только то, что туда можно забрать. А туда можно только чувство забрать. Все основное рассеется. Ну, и информация. Знание и опыт. А машины, да, то есть для чего это нужно было? Чтобы на эту эпоху уже сколько понапробовали, все перепробовали накапливать, счастья нет. В конце концов, душа говорит, все, да, устала, уже можно просыпаться. Поняли идею, да? И для этого новая эпоха, это ветхая эпоха, это новая эпоха. Ее символом является счастье. Счастье. Это не значит, что деньги не нужны или успех не нужен. Конечно, они нужны, как нога. Нога ж нужна нам. Но она не главная в жизни. Она важная, но не главная. И жить ради ноги или ради денег, смысла нету, да? То есть другие смыслы должны появиться. Тут смысл накопить. И везде телевизор орал, что если тебя не накопил телок, не накопил машин, не накопил там чего-то, то ты тьмо. Накопил мачо. И это народ, ура, хочу быть мачо. И друг друга выхапливает. Скажите, на планете, где сплошное изобилие, какой смысл накапливать? Какой смысл? У нас на Украине строительных материалов достаточно, чтобы каждому жителю планеты Земля построить коттедж. А мы себя не можем построить. Почему? Он успех. Кто-то успел накопить, а салонем не хватает. Для чего оно ему? Чтобы понты гонять. Потому что ему смысла нету. Он просто чувствует себя лучше, чем другие. Так думают другие. Но это неправда. Потому что другие на него смотрят, да? И он в машине ездит с охраной. И боится в туалет сходить. Но понты гоняет. Вы поняли идею, да? То есть смысла никакого, ни с божественной, ни с человеческой точки зрения. Только потому, что удовлетворил телевизор. Потому что там показали, что это круто. Тот человек улыбается, бабла много и так дальше. Ну нормально. То есть деньги нужны, но ровно столько, сколько необходимо для счастья. Больше – это слишком зело. И меньше – слишком мало. Тоже зело, зло. То есть зло – это неплохо. Это мало или много. А если вы умер, то это добро. Добрал. Не перебрал, не недобрал, а добрал. Вот и добро. То есть предки наши понимали, даже буквы есть. Аз, буки, глаголь, добро, есть жизнь и иже. Земля – зело. То есть если слишком, то это уже зело. Вы понимали, зело – это слишком. А сейчас зело – это плохо. Тут уже это плохо впихнул в это сознание. И поэтому нам плохо. Почему? А сказал плохо, то и сделал себе плохо. Ты же кто? Творец и так дальше. Поэтому сейчас символом счастья является или проявлением счастья является отношение. Отношение или что? Чувство. Все. То есть задача какая? Накапливать чувство. Чувство. А дальше технологии накопления счастья. Их семь видов счастья. Ну, один из вариантов. Можете записать себе, потому что, я думаю, оно вам сгодится. Первое – осознание достаточности. Вот это первое счастье, которое нужно усвоить. Достаточности. Что это значит? Что у каждого, кто здесь сидит, кто ходит на улице, кто вообще где живет, в любой момент времени достаточны причин для счастья. Все, что надо – это научиться это ощущать. Это называется «здесь и сейчас» или «женская энергия». То есть и женщинам, и мужчинам надо научиться пользоваться своей женской энергией или душой. Потому что душа чувствует то, что происходит здесь и сейчас. А если мы в уме, либо в завтрашнем дне, что не случится, либо в вчерашнем, как мы обиделись, то нам некогда осознавать достаточно. Даже если получил цель, то некогда был бы занят обидами или страхами, что вдруг танец будится. То есть мы не здесь и сейчас. Поэтому что нужно научиться? Утром встал, посчастлився. Чем? Проснулся уже повод для счастья. Сколько людей не проснулось? Руки, ноги есть? О, еще повод для счастья. В туалет сам дошел? Тоже попал. Есть куда идти? Еще счастье. В смысле, сколько счастья у нас есть, а мы его как-то не лизнули. Лизни. Кусочек счастья и на работу туда. Счастливенький. Включись, другими словами. Включись в жизнь. Оближи там. Сними сливочки. Тебе же все. Каждый день небо красят в новый цвет. Кто тоже работает? Поддерживаю температуру. У тебя меняю, чтобы тебе не скучно было. Зимой чуть-чуть холоднее. Летом теплее. Главное же не пережарят, не переморозят и так далее. Все четко просчитано. Там красиво кто-то работает, смотрит, а оно недовольное ходит. Без этого другие счастья не получатся. Второе счастье. Это осознание совершенства. Красоты. Хоть на что-то посмотри. По сути это счастье мудрости. Счастье познания. Хоть что-то. Посмотри, как твоя клетка устроена. Ты же офигеешь. Посмотри, как вселенная устроена, как звезды. Возьми, открой там тот же интернет. Фотографии неба. Там такая красота. Сколько красоты. Солнце светит. То есть куча счастья. Научись осознавать красоту мира. Видеть ее. В театр какой-то сходи. В какое-то произведение почитай. Как это красиво. Чтобы душа отозвалась. И так дальше. Вы же помните, поток включается, когда мы видим что-то красивое. Это тоже техники. Эта техника больше медитативная. Эта техника более созерцательная. Это получение впечатлений. Красивых каких-то. Следующее счастье. Осознание уроков. Одна из важнейших вещей. Осознание уроков. И поехал на офис. Заметьте, здесь был опыт и были знания. Приезжает на офис. Двухкорпусный. Туда самолет влетел. Именно в тот момент, когда он с женой ругался. А теперь какую эмоцию он получил? Мама дорогая, спасибо, что поругалась именно в этот день. Вы поняли идею? Вот так жизнь и устроена. Опыт не поменялся. Она как ругалась утром, так и осталась ругаться. Что добавилось здесь? Немножко знаний увидел. Вот так и в жизни у нас. Мы просто не видим, что происходит. Вот это называется урок. Принятие урока. Принятие урока – это когда появляется благодарность. Было что? Сука. А чем стало? Спасительница. Вот это и есть принятие урока. Если мы не умеем это делать до того, как самолет влетит. Поняли идею, да? И что бы с нами ни произошло – это урок. Это значит что-то хорошее, но у нас не хватает знаний. И когда мы внимательно посмотрим, на что бы событие, какое бы ни произошло, это и есть техника принятия урока. Там есть подарок для тебя от Творца. Человек хочет изменений. Он их получает и жалуется. Скажите, если он не умеет принимать уроков, с работы выгнали, так это подарок. Почему? Потому что новую не найдешь, пока со старой не выгонят. Если сам боялся уйти, то как тебе оттуда дать новую? Ты же попросил, ты же Творец. Естественно, Вселенная отреагировала, что выгони его нафиг. Выгнали. Боже, какое несчастье. Это счастье. Потому что это первый шаг к новой работе. Тогда мне не получится. Когда выгонят, начнешь получаться. Почему? Жрать-то хочется со страха. Просто, когда мы это понимаем, то нам ничего не страшно. Страх отношений, что вернется нам, ничего там страшного нет. Вот когда ты боишься их, когда еще не пришло, конечно, они наступят. Ты же вызовешь эти самые. А когда ты знаешь, чтобы не произошло, я урок приму и все, иду дальше. Хай происходит. Да даже интересно. Красная шапочка. Помните же, да? Пекла пирожочков, пошла по лесу, пришла к бабушке, и они съели пирожочки. Вот и сказке конец. Интересная сказка. Чего не хватает? Правильно. Это есть урок. Чтобы не скучно. И что потом? Красная шапочка. Ты чего меня не боишься? А чего тебя бояться? Секс люблю, дорогу знаю. Уверенность повысилась. Это называется принятие урока. Получила опыт. Не боюсь ходить по лесу. Привет, волк. Ха-ха. Вы поняли идею. Без этих дальше не пойдем, потому что следующее основное счастье. Семейное. Семейное счастье. Единственное счастье, за которое Творец вознаграждает оргазмом, это семейное счастье. Это умение его создавать. Просто без этого, без этого, без этого вы не сможете его создать. Если вы не будете довольны той женой, какая есть, или тем мужем, какой есть, научиться этим делать. Что-то в нем хорошее остается, мало то еще и обнаруживается. Второе. Если вы не будете видеть, что он совершенный, или она совершенная. Так она не меняется. Как не менять, ты же только политурку смотришь. Ты же хоть листай. Она же разная. Вот с этой стороны. Ух, нифига себе, там такое там еще. Просто листай. Так восторг-то. Зачем тебе другие женщины? Тут работа непочатая икрая здесь. Но для этого надо уметь вот это делать. И делать. Любить этот глагол. Дальше что? Бывает такое, что она в туалет сходила. Принцесси тоже какают. Боже, она покакала. Ну да. Это естественно. Ну где-то вывалилась из нее. Бывает такое? Что с этим делать? Урок принимать. Для чего-то он тебе надо. Где-то ты нажал, что она на тебя покакала. Просто пойми новую кнопочку, на которую не надо сжать. И так дальше. Это так жизнь устроена. Вот таким вот образом мы любим друг друга. Тем более в супружеских, сейчас вы увидите, отношениях. Там особенные отношения. Там специальные камушки. Такие, что... Почему? Потому что когда любят, то и переварят. Потому что когда не любят, то... Нафига мне эти камушки. Я побежал. Так куда денешься? Любишь же. Придется принимать. Да? С любовью легче. Семейное счастье. Зато в награду оргазм. Пятое. Счастье в социуме. Счастье в... Призвание называется. Это способность реализовать себя, свои таланты в какой-то сфер человеческой деятельности. Это служение другим людям. Да? Счастье в социуме. В социуме. Это то, что мы работаем. Сейчас кого не спроси, ты кто? Слесарь. О чем он говорит? Он только говорит о том, чем он занимается в одном из видов, где он мог бы быть счастьем. Скорее всего, там, где не любит. Это тоже счастье, но это далеко не первое. И не для этого мы сюда пришли. Вот для чего мы сюда пришли. Вот это счастье. Но для того, чтобы его получить, надо вот эти освоить техники. Шестое. Искусство и творчество. Счастье от искусства и творчества. Что такое искусство? Это то, что дает какие образы мне. Светленькие. Обо мне. О людях. О жизни. Для чего мы идем в это искусство? Это может быть музыка. Возвышающая. Мне шла-шла-шла, пирожок нашла. Хотя тоже иногда полезно. И пагецать. Но не только же это. Хочется же иногда и что-то красивое, возвышающее. Есть музыка. Это вкус. Это совсем другое. То есть искусство – это то, что позволяет человеку получить образы, возвышающие его душу. Это искусство. А что такое творчество? Это проявить что-то красивое от души. Сделать. Но может и денег не стоит. Это может вышивание быть. Может рисование. Может быть, не знаю, ухаживание за кем-то. Благотворительность и так далее. У каждого свое представление о том, что надо сотворить. Творчество – это что? Это делать то, чего никто не делал. Или так, как никто не делал. Может, это пирожки готовить так, как никто не делал. Может быть такое. Все. Это выход из зоны комфорта. Это делание того, что никто не делал. Вот творец твоими руками делает то, что вот классные пирожки. И твоим же ртом их пробует. Потому что у него своего нет. И седьмое – это совместное делание добрых дел. Совместное делание добрых дел для других людей. Добрых дел. Как мы себя чувствуем, когда вместе что-то делаем? Помните, когда ураганы эти занесли зимой прошлой? Так вечерами там бригады по Киеве, я думаю, что и у вас такие были. Ездили на джипах и вытаскивали тех, кто застряли. Просто так. А матюки были только тогда, когда человек предлагал деньги. Его материли. Действительно, пошел нафиг, ты что, не соображаешь? Мы сюда не за денег выехали. Потому что денег мы зарабатываем у себя. Здесь просто кто-то застрял. Что во Львове там на перевалах позастревали, люди добирались. Правительцы. Слава Богу, что правительство не справилось с этим. Потому что наконец-то увидел, что у нас здесь нормальные люди. Несмотря на то, что у них джипы. Несмотря на то, что они состоятельные. У них свое состояние и свои джипы направлены на то, чтобы заправить этот джип состоянием. Там 96-м или 95-м, то есть 5-м или 93-м. И поехать вытягивать остальных. Мы наконец-то поняли, что у нас нормальные люди в стране. И чтобы нам не говорили, что у нас не тот менталитет, что мы там неграмотные и так далее. В Европе такого не дождешься. В Америке Катерина прошла. Так они грабить друг друга начали. Почему? Потому что полиция сбежала. Об этом же мало кто говорит и так дальше. А у нас что люди сделали? В голову никому не пришло идти воровать машины, когда кто-то застрял и так дальше. Бесплатно шли, вытягивали и так дальше. И нам рассказывать, что у нас менталитет на тот. Его и хотят разбить. Тоже задача выстоять. У нас свой спецназ. Их свой. Это не значит, что они плохие. Просто они свой опыт проходят. А мы свой. Вот они, 7 видов счастья. Если ты это делаешь, ты выполняешь предназначение. И гарантирую, у тебя будут деньги. Уловили идею? Вот поэтому, почему семейное счастье самое главное. Это уже будет тема следующая. А я сейчас хочу у вас обратной связи. Буквально 2-3 слова. Что почувствовали? Что осознали? И если у вас есть какое-то решение, как использовать, то озвучьте его. Может быть, это будет полезно. Ну, что я собираюсь сделать с этим? Поняли, да? Думайте, как это применить на практике. Физически. Или рассказать кому-то. Или сделать что-то, исходя из вот этого. Или научиться чему-то, исходя из того. То есть, всегда любую информацию, как я могу использовать прямо сегодня. Если у вас такое решение есть, озвучьте его. Душа создана по образу и подобию. Точно такое же, да? Нечто. Некий спецназовец. Задача, в которой матрица души. Я условно нарисую. Там она намного сложнее. В общем, 4 клеточки. Как рюкзак у спецназовца. Знаете, есть рюкзак, и там отделы есть. В одном из этих отделов находятся базовые чувства и знания об условиях жизни на той планете, куда идет душа. Ну, то есть, на нашей. Поэтому ребенок рождается, он очень много знает. Видите, в нем много-много всего того, что она знает. То есть, он знает, где сиська, он знает, как сердце стучать. То есть, он само работает, да? То есть, он обеспечен, знает, как любить, знает, как доверять, знает, как чувствовать. Он знает невероятное количество, намного больше, чем взрослый. Потому что мы не изучаем то, что ребенок знает, да? И поэтому даже сейчас, если мы вспоминаем детство, мы очень много не помним. Почему? Потому что она находится за сферой человеческого познания, да? А если мы встречаемся с чем-то, даже приснилось что-то, что мы никогда не встречали, то мы утром не можем вспомнить. Потому что в памяти не отложилось, в логике, да? А в ребенка логики еще нету, да, в логической памяти. Поэтому в телесной памяти, там, внутри, там столько знаний, что мама дорогая. Значит, естественно, в второй клеточке, там, задания. Какие получить? Получить опыт и знания. То есть, ломануться от этого непознанное, идти туда и узнать. И там, вот видите, он чувствует, что ему надо узнавать. То есть, оно записано, да? Чего надо узнать. Следующая клеточка – передать. Поэтому душа сюда, каждая душа приходит передать какой-то опыт. Например, научить родителей быть родителями. То есть, учить, если в смысле воспитывать родителей, то есть, давать новое представление о себе, о жизни и так дальше, только это дети воспитывают родителей. А родители учат. Учить это передают навыки. Потому что ребенка навыков нету. Он только тело это получил, оно еще болтается, он еще не знает, как им управлять. Энергии валом. И, по сути, задача родителей – сформировать из этой огромной энергии навык. Это похоже, знаете, как вот поток энергии. Мы обычно как хорошее настроение, мы разрешили эту энергию, и он летает там по комнате, нам хорошо и так далее. Плохое раз запретили. И ребенок никак не может понять, чем можно, чем нельзя. Сегодня можно, завтра нельзя, ему трудно сообразить. Это самая задача какая – выработать навык. Зубки чистить, например. Он не понимает, зачем ему зубки чистить. Он и без зубок хорошо себя чувствовал. Что нужно сделать? Надо мотивировать. Мишка чистит зубы, лисичка чистит зубы. Знаешь, какие зубки надо чистить? Какие? Только те, которые хочешь сохранить. И пошел чистить и так дальше. И ребенка появляется, он не понимает, почему он потом папа зубы почистил. Почему у него привычка появляется. То есть к моменту, когда он станет уже подростком, задача родителей – формировать из вот этой энергии бурлящей именно тот набор навыков, которые позволят в дальнейшем ему уже принимать самостоятельные решения, как подростку. Там задача уже принимать решения самостоятельные. Но он уже имеет навыки и знает, как это делать. Знает, как на велосипеде, знает, как здрасте говорить, как знакомиться и так далее. И потом это на автомате. Поняли идею, да? То есть не запрещать, разрешать, а формировать, независимо, болит у тебя голова или не болит. Да? Это называется воспитание, восходящее питание. Мы даем образы, да? А естественно, ребенок воспитывает. То есть мы учим его, и через это он и воспитывается, получает образы, да? О том, как устроен мир. А его задача – передать, как духовный мир устроен родителям. Почему? Потому что он лучше пока еще помнит, чем родители. Потому что родители уже забыли. И так далее. И поэтому ее задача – передать. У каждого из нас есть свой набор, и вы заметили, что нам хочется рассказывать. Вот это в душе сидит что-то и заставляет нас советовать, подсказывать, кому-то помогать. Вот это вот энергия, миссии – иди рассказывай. Поэтому мы все тренеры. Все тренеры. Почему я говорю, если хочешь научиться чему-то, иди рассказывай. Сам поймешь, в конце концов, да? Неудобно будет не делать, и так дальше, и так дальше. Хоть по финансово, иди хоть что-то кому-то рассказывай. А мы боимся. О, вот и урок страх. Иди работай со страхом. Поняли идею, да? И, соответственно, здесь, что если этот получает опыт, то этот что? Передает. То есть души заключают контракт. Там, кто кому, какой опыт будет передавать. Все, заключили, заключили. Сюда ноутбук натянули и забыли. Почему? Не буду пока говорить, почему мы забываем. Хотя, в принципе, любой может догадаться. Ну, а одна ячейка пустая. Для чего? Чтобы загрузить туда что? Те чувства, только какие? Светленькие. Потому что Творцу темненькие не нужны. Он понимает, что темные чувства – это глупость. Они нужны только здесь. А ты даже здесь получи светленькие, потому что душа в состоянии хранить светлые чувства даже в темноте. Это ее особенность. Поняли, да? То есть, какие бы средние века ни были, все равно душа может любовь хранить. Все равно может радость хранить, доверие. Водушевление, вдохновение. Произведения и тогда писались какие-то. С трудом шло и так дальше. Вот эта матрица, как говорится, души. И вот она это. Но перед воплощением душа что? Трансформируется. Вот эта энергетическая лавина делится на две части. Одна из этих частей называется мужчина. И там мало хаоса, много порядка, много в сознании. Мало души, много духа. Я не хочу сказать, что хаос плохо. Хаос – это душа, ничего там плохого нет. Это просто непознанное. А много духа. А вторая – женщина. Там наоборот. Много чего. Чувств. И меньше логики. Так устроены. Почему? Потому что они вместе являются экипажем машины боевой. Это как гоночная машина, у которых есть общая цель, которую нельзя достигнуть одному. Общая цель – это не похожая цель. Два человека стоят на остановке. У них общая цель. Троллейбус ждут. Да нет. У них одна и та же цель. И каждый из них ее может сам выполнить. А общая – это цель, которую нельзя одному сделать. Вы поняли идею? То есть как бы ты ни пыжился, но без меня ты вот этого не сделаешь. Или наоборот. Я без тебя не сделаю. Тогда это общая цель. То есть по сути жизнь как бы заставляет синергию создать. Потому что общая цель. Но функции у них разные. У мужчины много духа. А дух – это энергия заточена под действием в материальном мире. Вот если мы в мужской энергии, то мир сам скручивается. Было такое, что только подумал, и уже кто-то звонит. А было такое, что думаешь, думаешь, не звонит и не звонит. Мы просто нечаянно вскочили не в ту энергию. Поняли, да, идея? И поэтому его задача как раз непосредственно, да, это знаете, как вот водитель и штурман. Представляете, если бы два водителя были, два руля, куда бы эта машина, да? Видишь, что некоторые семьи похожи на машину с двумя рулями. Тот левым колесом, тот правым, и она, бедняга, не знает, куда ехать. Вот такая же. Рвать в машину. Или два штурмана. Оба сидят друг другу, рассказывают, куда надо ехать, хоть бы кто педаль нажал. И так дальше. Она говорит, мне даже дали версию, почему мужчина водитель. Говорит, так две ноги, а три педали, говорит. Женщинам чем жать? Пошутил кто-то. Женщина исчезнет штурмом, ее задача. Соответственно, у них миссии разные. Личное предназначение. Миссия семьи, пары, общая. Получить опыт и знания, которых нет у Творца. Но каждый выполняет свою функцию. У мужчины функция предназначения духа. Это что? Расширять пределы познанного. Делать что-то такое, чего раньше не было. И девочки, не обижайтесь. Сейчас вы не будете обижаться, наоборот, загордитесь. Большинство открытий создали мужчины. И мужчины гордятся этим. Но если внимательно посмотреть, то там, где было открытие, там всегда есть женщина. Еще неизвестно, кто большую роль тут сыграл и так дальше. Почему? Потому что, поскольку они разные, по-разному заточены, просто Творец разделил, как говорится, функции. Это для этого, это для этого. У мужчины это дело жизни. Дело жизни. Это какой-то проект. Задача, ну, короче, идти в походы за мамонтом. Почему? Его задача движения, действия. Если он не действует, он становится бабой, тряпкой. У него опыта нет. То есть его задача материальный мир. У него есть все. Это охотник, это воин. Дух, это воин. У него духа много, души мало. А что значит души мало? Это значит энергии мало. Ну, скажем так, машина хорошая, бензина нема. Далеко заедет. Понятно, да? Но это еще и чувствительности мало. Если мы возьмем познанное, и вот пара, экипаж, машина, да, то мужчина, у него слабенький радар. Он только в пределах познанного что-то чувствует. Ну, то есть то, что пробовал уже и так дальше. Естественно, он будет делать то, что все делают. Почему? Потому что когда он придет к пределам познанного, а там непонятно что, тут бабай, да, темная комната, кто-то зубами там стучит, класс, что-то воет, да. Вот зачем оно мне надо, да, я лучше пойду он там пельмени там продавать там или еще что-то. Ну, понятно, да, то есть он не пойдет туда. Почему? Потому что ему страшно. Всегда, когда мы подходим к чему-то неизвестному, темнота внутри нас создает страх, потому что мы не знаем, что там такое. Знал бы прикуп, да, конечно, пошел бы, да, в Сочи. А влюбленный мужчина? А? Он обнаруживает себя там на седьмом этаже, на балконе, да, и только потом соображает, как же оттуда слезть, да. То есть или страх, или любовь, да. Отца Федора, помните, на большой грузинской дороге, когда встретил кису с осей, да, как он воодушевленно вылетел, да, что потом сидел, цариса Тамара там ему глючила. Да, это страх, да. А природа задумана по-другому. Любовь. Влюбленный мужчина – это что? Бесстрашный мужчина. Соответственно, он перелетает через это. Вот это задача женщины. У женщины в этой компашке, да, задача другая – воодушевить и не дать свернуть. Воодушевить. Что такое воодушевление? Воодушевление между мужчиной и женщиной – это есть влюбленность. То есть он, воодушевленный женщина – это влюбленный в женщину. Душа включилась, вау, так это же классно, да, мозги вырубились. Он перестал думать, может он или не может. Пошел, сделал, а потом включилась думалка. О, могу, оказывается, да. Естественно, он гордится, но тут же забыл, что это, оказывается, женщина тут каким-то образом. Ему даже в голову не приходит. Потому что в голову чувство не приходит. А тут у него закрыто. Поэтому он думает, что это он сделал. Так это же я, за что это вообще такое? А у женщины мужская энергия. Как? Я же тебя туда вынесла и так далее. Что вынес? Я ногами перебирал, да. Он же на эмоции не перебирает. И начинаются конфликты. Он просто не понимает этого языка. Выдушеветь и не дать свернуть. Не дать свернуть. Что такое не дать свернуть? Вот сейчас я коснусь вопроса мужских мозгов. Мужчины однозадачные. Это что значит? Что если он за что таким вектором зацепился, то его легко соблазнить. Это женщина, она много задачная. Там непонятно, за что дергать. А мужчина в холодильник лезет, он молоко видит, а сметану нет. Где сметана? Ну я еще шкалирую. Вон, вечно поставишь туда. То есть он четко видит. Он так заточенный. Женщины по-другому. Но его легко заметили. Мужчина идет на кухню. У него вектор кухни. Тут раз телевизор. Он зацепился. И так раз. И уже сидит. Она его зовет. Шо? Шо? Не слышит ничего. Да? Почему? Его легко соблазнить. Девочки, вы не представляете, как тяжело мужчинам с работы домой добежать. Почему? Потому что каждый нарывит за вектор зацепить. Водяра, там девки, там пацифон, там друзья с пивом. Он бедняет. Это подвиг. Говорит, я несчастный. Не фигалясь, это я мужчина, каждый день домой приходит. Это что значит? Любит. Да. Потому что соблазнить его запросто. Это уже проверка такая. Вместо того, чтобы встретить его, он гу-ра, пришел. Как дети встречают папу? Папа! А это, как это, о чем, помнишь, капусту купил? Какую? Целую. Я тебе тоже целую. Сколько капуста? Целую, идиот. Водушеветь, они дают свернуть. Я не буду пока касаться потребностей мужчины и женщины, там я коснемся чуть-чуть позже, но я хочу другое показать. Поскольку у них разные функции, у нас с вами разные функции, то у нас и инструменты для выполнения функций их разные. Основной инструмент – это ноутбук. Как ноутбук устроен у мужчины под эту задачу? У мужчины ноутбук, как комод с ящиками. В каждом ящике какая-то одна программа. Только что-то одно. Ящик для работы, ящик для рыбалки, ящик для друзей, для жены ящик, для тёши где-то там в подвале, для секса ящик, ящик для газеты, для политики. И этот ящик жестко изолирован от всех остальных. То есть что это значит? Это значит, что если мужчина залез в какой-то ящик, и он туда будет рыться, пока до дна не доберется. Пока он там все не соберет, только ты думаешь, о, эврика у него получается в промежутке. Но в этот момент он ни о чем не может думать еще. И если женщина пытается в этот момент к нему обратиться, смотрите, что ему надо сделать. Ему нужно остановить программу, например, работы, он думает о работе, выгрузить оттуда, загрузить программу слушания жены, он разворачивается, о, ты здесь. Выслушал ее, как только он выслушал, он понимает, что она говорит, потом выгрузить программу слушания, загрузить программу составления плана действий, ему же надо все по полочкам разложить. Потом выгрузить программу плана действий, ну, составление, план уже остался, теперь включить программу действий. И только он собирается делать, а тут женщина вторую задачу говорит. Он выгружает программу действий, загружает программу слушания, снова впитывает, выгружает программу слушания, загружает программу плана действий. Пока он выгружает пламоти, он снова говорит. Он снова выгружает эту программу, загружает эту. И каждая из этих операций, как переналадка станка. Это с разного ящика. Одного пока загрузил, сложил. Представляете, ящик сложил, все аккуратненько закрыл. Открываешь следующий. Пока там поведено, тут новая. Мама, снова сложила этот. Конечно, он звереет. Когда ему 10 претензий сразу, да? По одной. Говорит, оптимально две, да? Первый он все равно не услышит. Потому что он только загружает программу услышания. Он так устроен, да? Поэтому мужчина может только что-то одно. У женщины мозги совершенно по-другому устроены. Вы поняли, почему так мозги устроены? Потому что у него задача. Если он что-то одним сосредоточился, чтобы остальное его полностью отрешение. Все, он туда лезет, пока до мамонта не доберется, а у него эврики не будет. Он с таким серьезным видом там и так далее. Он ничего не слышит, ничего не видит. Почему? Его мозги так устроены. Почему? Потому что это его задача. Сосредоточиться и думать только об этом. Если он туда погрозился, то его и не соблазните ничем. А что будет если там воодушевление? Ничем не соблазните воодушевленного чем-то мужчину. Он даже не слышит вас просто. Не потому что он не соблазняется, а потому что он не слышит. Не видит. У него восприятие. У женщины по-другому устроены. Это клубок проводов, где все совсем связано. Ой, не знаю, разговаривала вчера вот на работе у нас вот это. Вот телевизор смотрела, вот рюшечка. И тут вот писала вот это. Вот шили, значит, крестиком там. Потом глади вот это вот. Вот мама приходила, говорила. Она может три разговора вести одновременно. И у нее все совсем связано. И там ни на секунду мысли не останавливается. И об этом, и об этом, и об этом. Вот я с женой иногда разговариваю. Смотрю, она уже совсем о другом говорит. А я все еще, подожди. Я говорю, ты что, перескочила? Да, подожди. Раз, перекрыли. Смотрю, пока я тут въезжаю. Она уже там. И все это сопровождается огромным таким эмоциями. Там жужжит все. А что это значит? Это значит, что женщины помнят все. Потому что если какая-то информация к ней приклеит эмоцию, то она впечатывается на всю жизнь. Мужчина, если что-то... Работа, что такое работа? У него работа, это работа. Где был? На работе. Все. Ребенок родился, сосед звонит. Мужчина деталей его не интересует. Его суть интересует. Женщин деталей. Почему? А функция такая. Пока мужчина идет за мамонтом, он же четко в кусты. Женщина слушает, что он в кустах. Все детали слышит. Да и там и дети, кто там обделался, запахи слышит. Все. Если там в кустах что-то, он ему сказал, он раз вектор переложил. Посмотрел нормально. Снова туда и пошел. Так задумано. Чтобы он отвлекался, женщина детали. Естественно, она все запоминает. Штурман. Прекрасно, да? Только конфликты возникают. Она же думает, что он так же устроен. Ты что, не помнишь, я тебе говорила? Нет? А у него ПЗУ нету для этого, да? Запоминающее устройство. Он не влазит туда. Ты что, не можешь запомнить? Не могу. Некуда. Мне четко. Поняли идею самого, да? Но у мужчины есть еще такой ящик, у которых женщины даже не догадываются. Знаете, что в этом ящике находится? Ничего. Вообще ничего. Мужчина залазит в него. Класс. Или рыбалка. Знаете, это такое тупое повторение действий. Если осциллограф прилепить к мозгам, то это прямая линия, мертвый. Он ничего не делает. Женщина подходит к нему. О чем ты думаешь? Он раз в ящик. Тык, тык, тык. Ни о чем. А она, опа, подожди. Как ни о чем? Это же невозможно. Значит, скрывает что-то, да? Нет, ну ты же все-таки о чем-то думаешь. Он снова в ящике. Ни о чем не думаю, да? Пока ты не пришла, вообще ни о чем не думал. Да? Да? И уже что-то выдумывать начинает. Шарится и так дальше. Естественно, она думает, что-то он не то задумал, да? Он просто так устроен. А для чего так устроен? Потому что это ящик для стресса. Бывает такое, что мужчина прется за мамонтом и без мамонта возвращается. А бывает ему, что он еще план действует. И он в стрессе. Как этот стресс убить? Что такое стресс? Это эмоции. Это выводит его из этого самого. Там вот эти булькают. Вот эти представления неверные еще, неполные. Где тот мамонт? Недостроенный план. И так дальше. Он весь в стрессе. Ему надо где-то снять. Поскольку у мужчины и женщины нет потока любви, то творец же не дурак. Он уже понял, что иногда может быть и не любить друг друга. Ну, не понимать друг друга. Для мужчин что? На тебе ящик. Ныг туда. А там тихая вода. Это знаете, как олею на воду. И он так у-у-у. И умерло. И стресс умер. Так мужчина переживает стресс. Через какое-то время вылазит он. Мужская энергия включается. Что же это я сидел и ничего не делал? Он уже даже чувство вины слушает. А вы же знаете, что нет ничего более полезного в хозяйстве, чем хорошо провинившийся мужчина. Он сам хочет все делать. Поэтому что нужно сделать мужчине, когда он там сидит в ящике? Не выколупывайте его оттуда. Почему? Он волнуется еще. У него настроения нет. Он не может ничего с этим настроением поделать, потому что ему нечем с ним что-то делать. Там столько этих чувств. Оно бурлит у него, а у него силы, чтобы успокоиться. Максимум, что он делает, нырнуть в этот ящик. И там удочку кидать или клацать что-нибудь. Как это можно пять каналов смотреть? Я не смотрю. Он просто сидит, тупит. Да, он так приходит к стрессу. Женщины стресс по-другому переживают. Женщине, чтобы избавиться от стресса, ему надо просто проговорить. Мало того, если она его не проговорит, то ее мозги вот так вот и провода по стенкам развалятся. Ее разорвет просто на части. И она это точно знает. Вот она проговаривает, наконец понимает, что она чувствует. Притом слова, которые она в этом говорит, вообще роли не имеет значения. Просто я в стрессе, словно. Оно может звучать, как ты идиот, ты дурак, там мусор не вынесен, там то, не то, не то. Мужчина бедняга начинает план действий составлять. А там просто я в стрессе звучит. У него нет этого. Ну, никто же не учил переводить вот этот женский. Ну, нормальный мужской язык. Я в стрессе. Естественно, он кидается ей помогать. Думает, что она просит помощи. И удивляется, почему сковородкой полбу получает. А ей то, что надо. И просто уши нужны. Чтобы он постоял, послушал. Не надо ей подсказывать. Надо ей выгрузить. Вот это она проговорила, ей стало легче. Стресс ушел. А теперь представьте, что они друг друга любят. Нет, если не любят, там проблем нет. И вот она видит, что он как растение там лежит. Тыкает канал. Она его любит. Что хочет сделать любимый человек, любящий человек для любимого? Помочь, конечно. И, конечно, для любимого, для самого любимого, самого близкого, хочется создать самый лучший инструмент. Который 100% работает. Женщина в память залазит. Как стресс снимается? Понятно. Она подходит к нему. Он там полумертвый. И на что ему начинают? Давай проговорим. Чего он хочет в этот момент? А она что ему дает? Самое лучшее. Все. Да. Что у нее есть. А он понимает, что она над ним издевается. И обижается на нее. Почему? Потому что не в любви дело, а просто в непонимании, что в этот момент дай ему там полежать. Он отлежится, все с энергией пойдет и там поделает сам без тебя даже. И так дальше. Просто время чуть-чуть. Но женщины же хотят сразу, сегодня, немедленно. Не валить, не пить, выколупать его оттуда. Чтобы он стресс, а потом удивляется, почему он бурлит, возмущается и почему он ее не любит. Он ее любит. Он и себя любит. Просто сейчас он не в любви. В печали. Или наоборот. Женщина в стрессе. С нее прет по нос. Он, конечно, видит, что она это самое. Он ее любит. Он в память находит самый лучший инструмент. Подходит к ней. И что он ей советует? Да ты не думай об этом. Вообще не разговаривай. Что ты злишься, да? Она, ты что, издевайся? Меня сейчас разорвет. Он и не думай. Как это вообще возможно не думать? Уловили. На этой почве целая куча конфликтов возникает. Даже знание вот этих вещей уже помогает понять, что надо делать. Что надо сделать, когда женщина в стрессе? Докрыть человек дал, Господь Бог дал человеку один рот и два уха. Что он этим хотел сказать? Слушай и кивай. И все. Еще лучше, когда почувствуешь, что она чувствует. Потому что тогда это эмпатия включена. Но, правда, мужчине поначалу нечем чувствовать. То хотя бы кивай. Там дальше будет. И не трогай ты ее. Она выговорится. Просто не обращая внимания на слова. Потому что мужчина сразу начинает значение приклеивать. Вот я. Он все на себя берет. Что-то типа из-за него все. Ну так. Он еще виноватым начинает себя чувствовать. А женщина выгрузилась ей хорошо. И она удивляется, почему он такой там этот самый. Во-первых, мужчине надо научиться не принимать близко к сердцу то, что она говорит в стрессе. Вообще не принимать к сердцу. А наоборот, сочувствовать, эмпатию включить. Подключиться к ее чувствам и сразу поймешь, что она говорит просто мне больно. А что хочется, когда человеку больно? Дайте ему то, что он хочет. А что он хочет? Чтоб ты выслушал. Согласны? Просто? Просто. А мужчине, что надеюсь, он в стрессе? Так и полежит. Еще предложите ему. Девица, да, полежит и быстрее вылежится. Еще и приятно будет. Поняли, да? А потом уже приступает к делу. С этим понятно? Понятно. Мужчины однозадачные. То есть, если он взял какую-то одну задачу, то у него там целый процесс запускается. Придумать, на план действия, решиться, пойти. А если в этот момент летят еще пять задач, да? Там вози не перебиты, там еще что-то не сделано, то-то не сделано, то-то не сделано. Он это кидает, начинает думать над трем, над третьим, а потом думает, что он идиот. Почему? Потому что он не может сделать сразу три задачи, да? Она еще не может три задачи делать, да? Женщина может восемь задач сразу решать. Она может борщ варить, по телефону разговаривать, сериал смотреть, там, качать коляску. Куда пошел на балкон, да? Да и три разговора вести, да? Притом ей не важно, слушает мужчина. Она может в духовку залезть, туда голову засудить, так разговор. Я сколько раз тебя повторяла, если вот это, вот это, я тебя прибью. Мужчина в соседней комнате, она все равно будет говорить. Так я в соседней комнате, а ты все равно не слушаешь. Куча конфликта возникает. У мужчин, когда он в ящике, то оперативная память очень маленькая. У женщин, когда они вот, вообще в любом режиме, там постоянно бубубубубубубубубубубубуб, да? И оперативная память очень большая, запоминает все. Это как флешка 32 гектара. У мужчин два. Потому что эти два гектара это ровно программы жизнеобеспечения и безопасности. То есть если мужчина в ящике работы, или в телевизоре, или в ничего, и в этот момент, если кушать захочет, то включается программа, прерывание, пошел покушал, и то он мозгами еще здесь, он там ест, и туда вот так вот. Потом спросишь его, он ел, он не помнит, почему он был там, это автомат работал. Это программа безопасности. А женщина, иногда мужчина кивает, когда она разговаривает, это не программа слушания, это программа безопасности. Когда-то не кивнул, получил по голове, что ты меня не слушаешь, и мне записалось, лучше кивать, а это безопасно. И поэтому он кивает, а женщина говорит, ну что, идем сегодня вечером? Куда? Как куда? Я говорю, ты ж кивнул. Я такого не... Поняли идею, да? То есть, и женщина думает, что ее мозги такие же, как у мужчины, естественно, начинает ему загружать, идет она на работу, ну, например, да, на такую длинную, 32-гектарную программу ему, да, там, милый, там, возьми деньги, найди время, сходи в магазин, купи хлебок, купи того, купи макарон. Слово макарон, это вообще мужчина выбивает, да, потому что там куча этих самых, да. У него, понимаете, 32-гектара, да, потом посуду помой, детей забери, найди время, там, уложи их спать, там, и так дальше, и так дальше. А у него есть всего этого объема, только 2 гигабайта. Вот он запоминает, там, возьми деньги, найди время, чтобы дети помыли посуду, и ложись спать. Ну, так, выборочно. Отхватил, ну, конечно, делает, она приходит, что там, ну, крик, скандалы, и так дальше. Она просто невпихуемая пытается впихнуть в эти 32-гектара, ну, там хоть что-то запоминается, потому что, ну, с 32 в 2 вообще ничего не запомнится. Ну, не тот объем, но наш мозг немножко получше. Понимаете, целая куча проблем возникает. Значение слов совершенно разное. У мужчины, если ничего, то это ничего. У женщины, если ничего, то это все что угодно. Да, да. Да, что ты думаешь, да, по этому поводу? Жена говорит, ничего, да, и он думает, что ничего. Тикай бегом оттуда, почему? Потому что сейчас сюрприз будет, да. Ну, так оно записывается, 5 минут, да, мужчин 5 минут, это время, пока стрелочка от одного, вот там, например, от семерочки до восьмерочки добралась. А в женщины, это какой-то промежуток времени. Я на 5 минут к соседке, ты через каждые полчаса поворачиваешь и так далее. А это что касается, не касается работы. В работе там у мужчин, наоборот, да, 5 минут и третьей сутки, да. Вышел на 5 минут и третий год уже нету. Кажется, разлюбил. То есть, вы поняли, но самое ключевое, там много у нас. Я вам порекомендую, вот что касается живой карты жизни, запишите там в источнике, да. YouTube, Виктор Минин, основы мироустройства. Можете в онлайне смотреть, можете скачать, желательно смотреть парами. Там все, вот на основе живой карты жизни, от финансового кризиса до парных отношений, до болячек в семье, бабушки, родители. Все решается с помощью одних и тех же технологий, меняет отношения. Виктор Минин, основы мироустройства. Там длинное такое название, основы мироустройства на разных уровнях, от творца до человека, что-то такое. И там детально можете смотреть, там куча семинаров, его, ну, возьмите базовые вот это, да. Потому что там есть ки, там их шесть частей, первую, вторую, ну, третью еще часть можете посмотреть. Дальше уже пошли техники, там конкретные примеры, хотя, в принципе, смотрите и там. Там многие вещи, ну, на этом самом. Потрясающий, конечно, человек, да. Это что касается живой карты жизни, да. И там есть вот эти вещи, мужчины, женщины, да. Ну, так более-менее прописано и взаимодействия, какие бывают, ки этапы там и так далее. То есть в деталях. Просто найдите свое. Видите, как это все связано в единое, большое информационные массивы и так далее. Что касается конкретных взаимоотношений к мужчине и женщине, то есть конкретизация уже на уровне мышления, там, действий и так далее. Это Марк Гангар. На ютубе тоже можете найти. И там есть несколько. То есть мужской и женский мозг. Как создать отношения и не убить друг друга. Потом 5 секретов великолепного секса. То есть вот этот комплекс скачайте, там, ну, 4 файла, по сути, да. Хотя, если у вас есть флешки, можете завтра прийти с флешечками. Я вам с компьютера завтра возьму. Просто себе перекачайте. Во-первых, с юмором, с такими приколами, с практиками, так он, то есть вот тут начинаешь понимать, что о таких серьезных вещах лучше всего говорить именно с юмором. Да, Виталий. Ну, просто один, смотрите, как угодно, один совет от меня лично. Просто смотрите, Гангаров субтитры, без перевода русского. Русский перевод перебивает, там у него эмоции очень классно. Да, есть разные варианты, есть с русской озвучкой, есть с английской озвучкой, но русскими субтитрами, а есть и с русской озвучкой и с субтитрами. В общем, что найдете, как скачаете, я там подобрал себе. Лучше смотреть несколько переводов, потому что переводы неудачные, да. Тут начинаешь ржать, а потом понимать, второй раз слушаешь, ну, другого. Смотришь не то, то есть найдите себе, я такое подобрал, более-менее нормальное, да. Но я пересмотрел их все по несколько раз. Потому что стоит того, чтобы смотреть, это запоминается, да. Вот эти кнопочки всякие, да, это в деталях, тем более с этими шуточками, прибоуточками, с библейскими историями, там, он сам священник. Так вы не бойтесь, говорит, что я вам тут сейчас за церковь буду рассказывать и так дальше. То есть очень прикольно все это показывает, рассказывает и так дальше. Да, ну, что основное я хочу показать? Это у мужчин и женщин разные отношения к сексу. Более того, вот я сейчас хочу показать модель, зачем он вообще был создан? Зачем вообще творец создал секс, да? Почему именно в таком виде, каком мы имеем? Почему в животных не так, как у нас, да? То есть, вернее, нас не так, как это самое, да? И вот когда я первый раз услышал вообще эту версию, да, я наконец-то понял, что секс – это путь к духовности. Что если ты не освоишь эту вещь, и ту духовность даже забудь, да? И мне стало понятно, каким это образом нами управляют через сексуальную энергию. Это настолько просто сделать, если ты видишь всю систему в целом, да? Теперь смотрите, я хочу показать мужское и женское отношение именно к сексу, и как, какую роль играет секс с точки зрения замысла творца. Интересно вам это? Совсем по-другому сейчас посмотрим. Теперь смотрите, скажите, девочки, чего вы хотите от мужчин глобально, да? Любви, ну, конкретно, да? Вы хотите чувства от них, чтобы они вам дали чувства, правильно? Это то, о чем мечтают женщины. То есть, если взять устройство женщины, да, то то, что хочет женщина, это где находится? Да, это чувства. Чувства. Так, а чего хотят мужчины от женщин? С трех раз. Когда-то кто-то говорил, что путь к сердцу мужчины ведет через его желудок. Чуть-чуть промахнулись, сантиметров на 15, да? Я нарисую, чего хотят мужчины. Я не буду говорить о взрослых, зрелых мужчинах, да? А вот, которые... А в отношениях большинство из нас дети еще. Чего хотят мужчины, о чем женщины не подозревают? Это чего хотят? Секса. Почему это так устроено? Женщины иногда ругаются, да? Что ты, блин, как животное, только вот это хочешь и так дальше. А где чувства, где внимание, где цветочек, где там и так дальше. Ну, как бы нормально говорить. Там мужчина понять не может, да? Какой цветочек, да, тут рвет на части и так дальше и так дальше. Смотрите, как это все задумано. Вот как вы считаете? Представьте себе, Господь Бог создал мужчину, да? Это дух, действие, желание действовать у него много, ну, как ребенок, да? Он же везде лезет и так дальше. А чувств мало. Что это значит? Это значит, что он всегда будет ошибаться. Потому что умом, это метод проб и ошибок. Если ошибся, сходил, ошибку получил, что чувствуешь? Неприятности. И что? Захочется в пещере есть, а то вышел, поймал что-то, сожрал и снова в пещеру. Ну, еще с чем-то поигрался, да? То есть, чем бы был мужчина? Да, это было бы, что, животное, которое сидело бы там и так дальше. Нужна ли ему была бы женщина, если бы он не влюблялся в нее и не хотел секса? Женщина, ну, конечно, дружить и так дальше. Не, если бы мужчина хотел дружить, он бы собрал собаку, да? Потому что у собаки это намного лучше получается. Какой бы ты не пришел домой, в каком бы состоянии, с кем бы и со сколькими бы не пришел, собака тебя встретит, обрадуется, непрерывнует, служит. Ты его отлупишь, оно будет служить, за тобой ходить. Поэтому с дружбой, девочки, не обольщайтесь, мужчины не дружбы хотят. Если честно, то они хотят секса. Почему так устроено? Смотрите, что творец сделал. Когда он увидел, что мужчина не обращает внимания на женщину, он думает, как же заставить? Он же понимает, чтобы он вышел из зоны комфорта, кто-то должен его воодушевить. И уж явно в нем этого нету, мало. Если ему дать больше чувств, он меньше действовать будет. Потому что духа мало. Даже мало чувств, он ошибаться будет. В конце концов, он ошибается, получит негативный опыт, залезет в свою пещеру и будет там возле костра с собаками дружить. Как сделать так, чтобы он обратил внимание на женщину? Если она будет там судить, скулить рядом, конечно, он ее выгонит просто, да и все. Но зачем она ему? Такой проблеме создает и так дальше. И вот он додумался. Творец, ну, творец же, если думает, он же додумывается. Что он придумал? Он придумал женщинам союзника. Называется тестостерон. И этого союзника впендюрил прямо в мужчину. Что это значит? Это значит, что примерно один раз в среднем, еще раз в среднем, в 72 часа. А у меня не в 72 часа. Я говорю, в среднем. У мужчин изнутри идет тестостероновая атака. На него сразу нападает вот эти... Это мощнейший нейростимулятор, который вышвыривает его со всех ящиков и впихивает только в один. И в этот момент мужчина внимательно слушает женщин. Он слышит даже промежутки между ее буквами, не то что словами. Он все выслушать готов. Мало того, он готов это все сделать. Почему? А химия? Представляете, как творец поиздевался над мужчинами, да? И мужчине деваться некуда. И вот в этот момент, да, это союзник. Женщины ругают. Что это там и так дальше? Ты пользоваться научись. Что значит научись пользоваться? Это понять, что если мужчина обратил на тебя внимание, то путь с пункта А в пункт Б не по прямой должен быть. Не так задумано. Догадываетесь почему? Потому что если вы на первом этаже откроете все краны, то вода не дойдет до четвертого. Правильно? Напряжение. Что нужно сделать? Задача женщины показать мужчине путь и не дать свернуть. Это что сказать? Что нет, такой дороги немае. Сначала что? Сначала идем сюда. И только потом тебе открывается дорожка, и ты вот оттуда придешь сюда. Это называется духовное развитие. Сначала подвиг духа соверши, хоть на балкон залезь, хоть цветочек какой-то сорви, что-то укради ради меня, чтобы мне понравилось. И в тот момент, когда мужчина проходит через чудо, во-первых, тут он идет через страх. Правильно? Преодолевает его. И чему учится? И ему легко это делать. Почему? Он же влюблен. Лови момент. Потому что, когда он уже не влюблен, ему тяжело уже на балкон лезть. Уже неинтересно. Тем более, когда привык по прямой ходить. Да? Никаких прямых. Все, сюда, цветочек. И только потом оба выдушевлены. Тогда получается тройной оргазм. Потому что если по прямой, это просто телесное удовольствие. А здесь что? Он подвиг совершил. Как чувствует себя мужчина, который совершил подвиг? Вау. Второе. Они любят друг друга. Поток идет между ними. Не этот поток животный, а поток любви. Второй оргазм. И третий телесный. Три оргазма получатся. Три в одном. Вот это и есть задача женщины. Научить мужчину чувствовать. Нас же как приучили. Если я жена, то я должна. Почему? Я же его безусловно люблю. Вот в Гангоре там очень красиво показано. Говорит, так у нас проблемы с мужем. Что мы не разговариваем? Полгода уже. А как у вас с сексом? Сексом нормально. Так в следующий раз. А почему ты ему даешь, когда он не разговаривает? Ну я же должна, я жена. Кто тебе это сказал? Ну нас так учили. Тебе бы неправду сказали. В следующий раз. Если ты хочешь, чтобы поразговариваешь, вот он три любимых слова скажет. Долгожданных. Ну что, давай. Ты ему скажешь, нет вопросов. Для тебя любимые. Только давай полчасика поговорим. Поговорили. Он наконец преодолел свою трудность. Ты получила удовольствие. Тогда можно уже и это самое. Вот так этот путь. Или второй вариант. Там целая спецоперация была разработана. Называется сексуальная революция. Когда хочу даю, хочу не даю. Это что значит? Это знаете, как у тебя с ребенком. Или закрыло, болит голова, то пошел нафиг. Почему так научили? Потому что научили так. Есть хороший фильм. Рекомендую посмотреть. Приключения секса в 20 веке. Как было устроено вообще вот этот бардак. По одной из версий. Это спецоперация. По сокращению численности населения. Которая называется сексуальная революция. Ее внедрили в конце, начиная с середины 20 века. В конце концов пробили ее. И в итоге численность Европы, численность России, Украины, бывшего союза резко начала снижаться. Женщины почувствовали, что зачем нам рожать, зачем нам то. Частью этой программы, вот эта вот, как это, защита от спида, вот это ходят, рассказывают, да, презервативы раздают и так дальше. Главное, что будь самостоятельный, чихай на этих мужчин, да, хай они там, это самое. Главное, ты же вот женщина, ты же не матка там, ну что-то такое она рассказывает и так дальше. То есть, либо не дам, либо всегда дам, в крайности. А надо как? Мы приходим сюда для чего? Для того, чтобы быть свободными. А что такое быть свободными? Это делать то, что хочешь. То, что любишь, вернее, да? А что такое, как называется то, что любишь? Называется потребности. Любишь дышать, любишь цветы, любишь искусство, любишь того-то и так дальше. И некоторые потребности. Если хотят удовлетворять мужчины больше, чем женщины, то дайте им это удовлетворить. Просто они не знают, что-то надо делать. Их не воспитывали так. Так вот для этого творец и придумал, как управлять людьми. А женщинам что надо понять? Что если она хочет чувствовать мужчины, то путь к ним не по прямой. Почему? Ну хотя бы потому, что у него их нет. Я хочу, чтобы ты догадался, что я хочу. Чем? У него нечем догадываться. То есть что нужно понять женщине? Что если хочешь, чтобы он догадывался, то выполнить свою миссию. Потому что предназначение женщины что? Научить мужчину чувствовать. Ей надо понять следующую вещь. Что если ты хочешь, чтобы он научился чувствовать, то научись пользоваться собой. Тем более это легко. Мужчина около 15 систем вознаграждения в голове. Сексуальная, самая сильная система. То есть вот это и есть баланс. Если ты удовлетворяешь мои потребности, я удовлетворяю твои. Если мужчина служит, женщина следует. Если мужчина не служит, женщина не следует. Тогда он начинает служить. Почему? Тестостероновая атака. Куда он денется? Уловили идеи? Вот так творец задумал. То есть сначала научись пользоваться вот этими, только потом получишь свои что? Чувства одновременно и чувствующего мужчину. Тогда в него открывается душа. А как вы думаете, в бизнесе что больше роль играет? Ум или чуйка? Конечно чуйка. Создай его чуйку. Вот поэтому женщина всегда там, где мужчина что-то создал. Почему? Потому что она помогла ему открыть эту чуйку и так дальше. Смысл понятный. То есть не надо ругаться с мужчинами. И дальше я буду показывать фишки, как это лучше делать, так чтобы это... На самом деле это красиво делается. Как научиться, как можно людьми управлять? Элементарно. Человек получает максимум энергии, когда он получает три оргазма. Подвиг совершает, любит, или женщину, или то, что делает, и получает удовлетворение. В семье это секс, а в бизнесе это деньги. Поняли идею? Тогда он и подвиг, и любит, и деньги, и выдушевление. Все три части. Тело, ум и душа получили то, ради чего сюда пришли. То есть осчастливились. С части. Все части получили радость. Если хотя бы одна часть не получила, будет не с части. Частичное счастье. А так все три. Если с этой точки зрения посмотреть, то пара это идеальный тренажер и для мужчины, и для женщины. Почему? Потому что на работе, я могу не любить еще работу. Но если мне надо выходить из зоны комфорта, то я боюсь. Почему? Потому что я еще не люблю, я еще не знаю, что там любить. А где лучше тренироваться? Там, где любишь. Почему? Потому что там не страшно. Потому что когда влюбленный, само как-то лезется на забор, само цветы собирается, правильно? И так далее. А потом уже должен. Опа, попал. Уловили фишку, да? Как управлять, разделить на части. Это объявить духовным, это объявить грешным. Все, и ты попал. Внутри чувствуется, что это плохо. Мы все понимаем, плохо, не плохо, а хочется. Почему? От природы никуда не денешься. Что у мужчин, что у женщин. У женщин там свои заморочки. Я не буду там физиологию рассказывать. Хотя интересно было бы вам почитать. Есть хорошие книги, которые позволят, действительно профессионально написанные. Вообще, женское желание секса намного сильнее, чем мужское. Там и тормоз намного сильнее. Мужчин такого тормоза нет. Дети. Мужчинам это не грозит. И так дальше. Но тот специалист, который знает об этом, очень легко этот тормоз обходит. Пикап называется. Если специалист, то практически редко, кто это, единицы из миллионов стоят, если специалист поработает. Это хорошее воздействие на психику. Поэтому вам бы, девочки, лучше это знать. Почитать литературу, каким-то образом, по крайней мере, хоть защищаться от этого. Пока не попался в руки профессионала, а есть такие ребята, я лично знаю некоторых пацанов, такой пальцем покажи, говорит, завтра она будет в постели. Ничего не сделает. Он профи. Поэтому лучше бы знать эти вещи. Ну, в бытовых условиях, там, где они обучаются, обычно мужчины не специалисты в этом деле. Так что особо не грозит. Это редкость. Коллекционеры такие. Раздели и управляй людьми. Поскольку есть неудовлетворенное желание, там целая куча сексуальной серии связана, оно напрямую связано и с желаниями души. Если там нет нужной энергии, то мужчина и не выйдет. То есть, то великое, ради чего приходит сюда, он и не совершит. Ему даже в голову такое не придет. Почему? У него нет энергии для этого. Потому что нам приходит ровно в голову столько, сколько позволяет наша энергия. Уловили фишку. Даже вот эти. Посмотрите Гангора. Там, во-первых, понятно, как мужской и женский мозг. И особенно вот эти вот вещи. А дальше уже идет, как женщине получать от мужчины то, что она хочет. И как мужчине получать от женщины то, что он хочет. В итоге мужчина начинает чувствовать. А женщина... Так. Ну, это я основы рассказал мужских и женских отношений. А теперь я хочу сделать вам несколько таких упражнений. Практически, чтобы вы уже могли... Сколько у нас там времени? Десять, да? Или сделать перерывчик, а потом упражнение. Как вы считаете? Вот смотрите, что будет в мозгах происходить. Я в бане для мозгов первых есть такой пример с мордочками. То есть, если мы возьмем фотографию и разрежем ее какой-то морды на части, то на каждой из этих частей мы получим что? Одну четвертую морды. А если на восемь? Одну восьмую. А если на сто? Одну сотую. И вот у нас, если слово часть, то это мы подразумеваем в уме, что это какая-то часть целого в смысле, что одна... Ну, она не целостная. Кусочек. Голография по-другому работает. Если я беру голографию этой же морды и разрезаю на четыре части, то на каждой из этих частей будет целая морда только меньшего размера. Это голография. Объемная фотография. А если я ее разрежу на восемь? Чаще меньше. И это тоже часть, только она целая часть. Голографическая часть. Поним? Голова целая, графа, картинка. А если я ее в атомы превращу, что будет в каждом атоме? Мордочка. Целая. Только буду я ее видеть? Почему? Потому что мы атомов не видим. И что нам будет казаться, что в этом месте? Ничего. А там что? Все. Если вот эта морда, это все, то это значит, что в каждом человеке, в каждом точке, в каждом атоме находится кто? Весь творец. Только маленький. Два человека в систему, значит, в этой системе тоже есть творец. Вы поняли идею? А теперь смотрите, я сейчас скажу, может быть, даже где-то кощунственное такое, что для мужчин, что для женщин, особенно для женщин это может коснуться. То же самое с разделением здесь. Что если мы возьмем одну душу, мордочку, и разделим ее на две части, то что будет на каждой из этих частей? Вы поняли идею? То есть и в мужчине есть мужчина и женщина, и в женщине есть мужчина и женщина. Уловили идею? То есть мы не так, что я такой, а ты такая. Это значит, что и в мужчине есть вот эта вещь, и в женщине есть вот эта коробочка. Потому что женщины иногда тоже тупят, сели ее, куда уже не может, и пошла, ее не слышат ничего и так дальше. То есть мы похожи здесь, но это еще другая вещь. Вот я недавно поймал такую. Скажите, пожалуйста, вот давайте девочек я прошу. Скажите, а вот что вы хотите от идеального мужа? Версии дайте. Вот такие, какие ключевые слова? Защита и безопасность, надежность, да, это разные. По сути смысл защиты, физическая, защита, еще чего? Внимание это чувство, да, близость, скажем так, да, близость, забота, близость, забота, забота, а что еще? Верность, правильно? Чтобы не предал, правильно? Верность, понимание, правильно? И так дальше, и так дальше. А теперь слушайте меня внимательно. Это вы не от мужа хотите, это вы от мамы хотите. Это то, что ребенок хочет от мамы. Это если мы от мамы в детстве не получили вот этого, 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 то где мы это будем брать? От мужа. Правильно? Больше же не откуда. Уловили идею. Но это значит, что ты не женщина, ты ребенок. И папу получила. И требуешь к нему, как папы, чего? Вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Уловили идею. А как вы думаете, мужчине нужна дочка? А что ему нужен? Женщина нужна. Равная человек. Уловили идею. То есть, что это значит? Это значит, что если мы вот этого хотим от мужа, то это значит, что мы сами еще дети. А в взрослых отношениях, если там детство появляется, то есть в первую очередь нужно научиться самому себе это давать. Смотрите, и мужчина, и женщина, если они взрослые, это значит, что они относятся друг к другу не вот так вот. Потому что иногда и мужчина хочет от жены то же самое. Чтобы понимание, чтобы поддержка была, чтобы то-то, чтобы то-то. Это что значит? Это значит просто, что он не научился сам обеспечивать себя. То есть, в первую очередь, что нужно научиться и мужчине, и женщине, да, это научиться вот это себя обеспечивать самому. Вот представьте себе, да, девочки, что вы можете сами себе это сделать. Как вы теперь себя чувствуете? Уверенно, правильно? Это не значит, что вы должны это делать. Это значит, что если вы этого не сделаете, то внутри еще живут детские, и будешь требовать от мужа. Почему? А он пришел в другие отношения. И наоборот. Бывает другая крайность, да? Что если он еще в более детской позиции, то у нас какая позиция срабатывает? Мамы. То есть, старшего. Мы начинаем ему рассказывать, что он должен делать. А мама – это мужская энергия в женщине. Вот она мама. Хозяйка. Улавливаете, да? И тогда получается, он живет с кем? С мамой, которая ему рассказывает, как надо делать. И чуть-чуть он сразу бежит, у нее спрашивает, да? А ему кто нужен? Мама? Ему нужен женщина. Равная. И поэтому в первую очередь надо научиться взрослой позиции. Помните, у Эрика Берна там три позиции. Трансакции идут, да? Есть родитель, взрослый и ребенок. Поэтому первое, что нужно понять, нужно стать равным. Нужным стать равным с мужчиной. Неравным – это не значит одинаковым. А равным – это значит быть уверенным, что все это я могу получить и сама. Просто он это хочет больше сделать для меня, чем я для себя. Улавливаете? Но научиться сама. То есть в первую очередь надо научиться делать себя счастливой самой. Более того, что это значит, что в каждом из мужчин и женщин, да? А это значит, что есть… Вы заметили, что сейчас женщины как бы на втором плане. Мужчины все решают и так дальше, и так дальше. А что такое женская энергия в мужчине и в женщине? Это внутренние потребности. Это мечта. Внутренняя женщина – это мечта. И где она у нас находится? Мы утром просыпаемся и сразу мечтаем или на работу бежим. Что мы делаем? То, что мы жаждем или то, что надо? То есть включаем мужчину, а женщина где потом, потом. Подожди, потом вот на работу сходим, вот денег заработаем. И потом уже музыкой займемся. Потом, а потом. Где у нас внутренняя женщина? Так вот я тебе скажу, пока у тебя внутренняя женщина будет на втором плане, в супружестве ты будешь всегда где? На втором плане. Почему? Потому что супруг отразит то представление о себе, которое ты создала и не видишь в себе. И наоборот. Если у мужчины внутренняя женщина задавлена, как вы думаете, будет относиться к женщине? Как у второсортной, да? Не, ему будет приятно. Классно. На тусовке без нее как-то скучно, без мечты, да? При том, чтобы она одета была хорошо. Он будет хвастаться, да? Что она вот на втором плане. И решаю, конечно, я, да? Но это будет атрибут. А дома, ну ты же понимаешь, ты же женщина. Иди поши. Правильно? А женщина говорит, ну да, я же женщина. Мечта же на втором плане. Сначала то, что надо для мужчины. Улавливаете, да? То есть в первую очередь нужно навести порядок именно в этих представлениях о самом себе. А почему это важно? Потому что в бизнесе руководитель – это всегда мужская позиция. Кто бы ты ни был, мужчина или женщина. А подчиненные – это всегда женская позиция. Задача руководителя какая? Защищать подчиненных. Точно так же, как задача мужчины – защищать. Но это не его обязанность. Это его желание. Потому что у мужчины есть потребность защищать женщин. Но если он внутри не защищает свою мечту, то да, он будет защищать женщин, а потом забывать. Бывало такое, что сначала пока влюблен, помнит, помнит, помнит. Пока в мечтах хватанулся на семинаре, помнишь, помнишь, проходит несколько недель, и там уже надо. Уже надо работать, да? Уже надо там слушать, что кто-то говорит. То есть слушаем общественные потребности и забываем голос своей души, придаем душу. Уловили саму идею? В первую очередь, если ты хочешь, чтобы были отношения с мужчиной, то надо выровнять свои отношения внутренние. Но на примере внешнего мужчины и женщины я просто покажу, как это делается. И сейчас я покажу вам уже конкретные действия. Я начну не так, как на прошлых семинарчиках, немножко с другой стороны. Уловили идею? Я думаю, что мы успеем за этот тренинг вызвать внутреннюю женщину и пообщаться с ней. Что мужчина, что женщина. Я недавно сам прослушал курс, тоже жучусь. Вернее, я его давно прослушал, сейчас снова вернулся. Совсем по-другому увидел, и поэтому здесь увидел, что... Счастливой ты можешь, должна научиться. Если ты хочешь быть счастливой, то сначала научись быть самой, а остальное дополняй. Потому что счастье не имеет предела. Помните, свет не имеет предела. За счет чего? За счет взаимосвязи с мужчиной. Синергию получай. Но если ты не научишься базу создать, если у тебя там недолюбленность, то чтоб тебе не давали, что мужчина, что женщина, оно как в черную дуру будет идти, и вечно будет недовольство. Всегда будет не то. Не то, не то, не то, не то. Почему? Потому что то это чувство, а чувство создается. Это не любовь к себе. Пока ты не полюбишь себя, то есть свою внутреннюю женщину, свои внутренние мечты и потребности, то, что творцом заложено, то никто тебя не полюбит. Потому что как бы тебя не любили, если ты не любишь себя, то внутри тебя ты хозяин. Если ты сказал, я не люблю себя, а ум говорит, что он должен мне, то что бы он не давал, внутри я не люблю себя победит. Уловили? Поэтому сначала надо влюбить себя. Но это немножко с другой стороны начинается. Самые простые, которые вещи можно использовать прямо сейчас, это, я начну с тех вещей, как оценивает мужской и женский ум, и как этим пользоваться. Мужской ум, он все завышает. Видите, у него эго большое, но слабенькое. Поэтому он нуждается в завышении. У женский ум, там чувств много, и он все занижает. Заметили, что если кто-то с фотоаппаратом подошел к группе мужчин, мужчины сразу говорят, красавцы, да, попереду друг друга, да, мы красавцы, мы себя любим, да, а женщины, ой-ой-ой, у меня платье не то, у меня то, не то, у меня то, не то, уловили идею. Женщины, когда встречаются, у них чувств много, и они что делают? Боже, какое платьице, боже, какое там то-то. Так, какое платьице, да? Не-не-не, только не у меня, да? Так, какие там маникюр там? Я там уже, вообще, тут поломалась, тут еще, тут еще, вот тут порвалась, да? Она все опускает и так дальше. Как мужчина мимо зеркала проходит, да? Вот он бежит куда-то, раз, зеркало. Красавец, да? И побежал дальше. А женщина как? Если зеркало, ой, мимо зеркала пробежала, чтобы себя не видеть, да? Так ум работает, да. Но есть еще одна особенность. Мужская счетчик баллов, оценок, он дифференциальный. То есть разные вещи по-разному стоят. Что это значит? Смотрите, мужчина, когда утром просыпается, вот как день мужчины выглядит? Он просыпается утром, он не хотел вставать, для него это трудность, но он этот подвиг совершил, да? И бах, ему 500 баллов. Посыпались жетоны, бубубубубубубубубубубубубубуб. Все, он довольный такой, на работу он не хочет идти, боже мой, там еще и работать надо, да? Но он собрался, пошел и в этот день работал. 3000 баллов. Наклассала, да? Домой, это женщинам легко добраться. Но он же там между этими соблазнами проскакивал, фуф, проскочил домой. 2,5 тысячи баллов. Его калькулятор итог подводит. 5000 баллов и он смело 6 лезет на диван берет газету дает возможность женщины догнать по баллам и вода все честно честно как выглядит с точки зрения женщины его день там совсем другой калькулятор и он по-другому считает абсолютно по-другому женщина даже не догадывается ряда не у меня так не считает кто подумал мне нет ли таки так женщины все оценивается одинаково один балл он не хотел но встал ей это нравится что сам поднялся и тогда один балл он не хотел на работу идти на сходил поработал еще один балл домой пришел еще один балл честных 3 балла как ее день выглядеть она встала один балл тоже не хотела накрасилась еще один балл там маникюр еще один балл девочки косичку заплела один балл мальчику там обоим кушать того накормила того накормила в стирку забежала того отвела в школу того в садик того с работы забежала в магазин туда 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 17 баллов ты сука хочешь после этого на диване лежать и начинается скандал да мужчины когда узнают что женщины за все один балл ты чё я пашу как а шо не так мужчины как рассчитывает цветочек подарил бах один балл у него калькулятор один цветочек один балл семь цветочков семь баллов он полгода работает тяжело трудится покупает букет бах ей один балл в шоке что за математика такая да девочки чтобы вам хотелось раз году букет большой или каждый день по розочке хочу он калькулятор сразу посчитал на 365 по одному баллу один раз один балл у мужчин как они хотят же любимому человеку самое наилучшее поэтому не серьезно работает и четыре подарка в году новый год восьмое марта день свадьбы и день рождения да а для женщины мужчины которые за год четыре балла заработал это лентяй это бездельник конечно у них непонятка идет потому что калькуляторы разные и не возмущая оба оба недовольны и мужчины тоже эти дура один балл за это пошутами так дальше дальше вместо того чтобы восхалить господа что такой подарок ему пришел даже не сообразил он просто нужен мужчины что нишу 1 как бы шаблонные да он по привычке думаешь она должна также как у него вот я сейчас хочу показать вариант для мужчин что нужно делать чтобы у вас всегда были баллы интересно и вы практически ничего не делали они да вообще ничего не делали оба и щелкали то класс 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 интересно самое интересное женщинам это будет нравиться вот спросите у них идея понятная не надо бороться с природой против ветра хуже будет не природе смотрите как это работает первый секрет для мужчин называется пдд это не правило дорожного движения это простые добрые дела что такое простые дела это какие-то мелочи собственно говоря на этом девочки вас и ловит да когда мужчина влюбленный что такое влюбленный это включенный поток чувства валятся и в этот момент сюда приходит интуитивные мысли тут цветочек купить только это мелочь сделать три секунды до 1 балл все равно заработаешь да а потом она как бы влюбленность заканчивается знание не получили опыта получили да тут уже камушки тут уже пух закрыт канал естественно влюбленности нет мозги ничего не приходит и вот уставший пришел и так дальше и так дальше думаешь это надо работать чтобы заработать для женщин чтобы любила старается там деньги принести один балл сколько бы не принес что нужно делать проснулся утром и так глазами поводишь что можно такого сделать за секунды да а взял постель убрал пока же она побежала она прибегает них я себе ты просили убрал бах один балл получил сколько времени 20 секунд что 8 часов работы еще 20 секунд идешь в туалет споткнулся до носок прилипший до отодрал отнес до жена ногу поднимает смотрит нету ты что убрал носок еще один балл получил там ребенку что-то там зачесал привязал и тогда скрыть и 20-30 секунд и вообще прикольная вещь ездить на работу да сколько времени надо чтобы там в маршрутке смс какую-то послать с деньг один балл шаблоны можно скачать с интернета и просто каждый день один балл один балл один балл за день можно штук 15-20 баллов заработать помножьте на 365 сколько будет вообще будет целая куча до времени не стоит денег не стоит ничего и на рыбалку куда хочешь ходить и даже девочка вам бы понравились и такая вот простые добрые дела вот и все внимание а мужчинам тем более по почти ничего не делаешь 20 секунд и баллы щелкает летят и тогда еще один собиратель баллов этот содержательный разговор да что это значит да особенно это во время стресса да что для этого всего надо сделать даже работать не надо да надо просто выгрузить программу в которой ты находишься ну включи на секундочку да ничего не случится с той работой да там 15 минут не подумаешь они или полтора часа выгрузил загрузил программу разворота головы и просто слушаешь на и киваешь когда что-то выслали если ты еще при этом скажешь боже мы неужели да балл да а что ты при этом почувствовал еще балл и так за один разговор можно баллов 15 заработать и поверьте женщина вас отсылует девочки я не прав все все что надо вот работа кивнул и балл вообще работа ничего такс пдд понятно вы вообще можете себе даже и вот идею продаю до 365 пдд для ленивых мужчин все и можно эту книгу продавать волосить ну с описанием идеи за счетом женского способа оценивания баллов и так дальше а сейчас я покажу еще вторая вещь вот какая разница между доходами и активами доход это насос надо качать то есть пдд это типа насос а активы так ну как пылесос нажал он сам буду я сейчас покажу мальчикам как включить пылесос чтобы один раз кнопку нажали а балли цепали 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 цепались рассказать из практически ничего не делать а женщины сами вам баллы накидывают ну это за счет особенностей женского нюансы надо совершенно это счастье в совершенстве просто изучайте женщин будете тащиться лучше ничего не делаешь да а это вообще ничего не делаешь а баллы цепится второй вариант называется сюрпризы что такое сюрпризы вот как мужчина думает сюрприз да вот я вот накоплю денег и сюрпризе и в последний момент поедем в париж не баллон заработает за это но смотрите что еще пойдет женский ум помните как он сразу обращает внимание на что платья нету детей некуда деть этого нету того нету того нету того нету тут не купили тут денег нету тут еще на купить целую кучу минусов получишь от одного сюда дилетант да если последний момент среди неприятности будут даже если деньги заработать еще и деньги потратил мама дорогая еще минус балл как это делается сюрпризы смотрите допустим вы решили в мае месяце сводить жену в париж вот сегодня какое там число 29 дайте себе два дня 20 30 какой-то 1 декабря воскресенье то есть до того то есть сообщать надо не в мае месяце вот май когда вы едете 3 вы его первого сообщили этого инфаркт у нее у вас женщине если плохо то плохо всем нужно поэтому сообщить надо первого числа то есть месяцев за 6 до мая почему надо вот эти два дня взять да потому что все что надо сделать взять листочек бумаги и мысленно представить женщину свою да и сказать и что она поедет и выслушать ее воображении чего в нее там платье нету детей никуда то есть напишите какие сразу нет и будут будут сто процентов а потом так дети дети куда можно деть а я с мамой договорюсь так это решим так денежки денежками заработать халтурка здесь вот это так заработаем платится платится мы купим вот здесь так это мы здесь купим и короче на все вопросы у вас должен быть четко продуманный ответ два дня вам хватит и вот первого числа вы с улыбочкой бумажечку можете где-то себе взять и сообщаете что все я принял решение ехать в париж балл сразу это ваша работа вы еще ничего не сделали а балл уже получен первый балл сразу у нее что а они эту детей куда ты раз а я с мамой договорился еще один балл а у меня платье а вот платье а вот денег а вот деньги а вот это а вот здесь а вот тут а вот внизу буду я со всеми документами и только вот за это все вы знаете сколько баллов отгребете а вот тут начинается самое интересное знаете что дальше будет когда женщина такое увидит она будет в стрессе согласны в шоке эти что делать женщина когда она в стрессе а мужчины рядом нету что и надо чтобы конечно кому-то рассказать и что она делает она сразу трубочку представляешь а мой это меня в париж и сразу же вам один балл это же это те аж платья не то а мой придумал так а деньги а деньги а деньги а вот сколько вас балла вы получили баллов да вы думаете на на первое становится она берет второй и понеслась да и вот эта неделя вам баллы гарантированно сыпаться буду да спокойно можете ездить то и так дальше но что здесь важно через недельку ну полчаса потратить на эту неделю что надо сделать зайти в интернет там где в париже там а вот эта фотография какую-то скачать там платится посмотреть каком магазине то ты знаешь через недельку снова встречаетесь с ней знаешь я вот посмотрел в интернете вот лучше ехать вот здесь вот как тебе вот этом балл он еще в интернет заглядывал тут еще платится вот такой о балл 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 вас еще списочек баллов вы ничего не сделали вы полчаса потратили в интернете и как вы думаете снова она в чем будет стрессе она снова по другу и понеслась но множине да следи сколько вы поняли почему полгода надо минимум то есть к моменту когда вы выйти в париж там не то что в париже секс да то до парижа еще там такое будет что мама дорогая идея понятная мальчики вот вам домашнее задание список пдд составить ближайшие сюрприз подготовить для любимой женщины только вы поняли подготовить они брякнуть последний момент девочка вам бы понравилось такие вещи и сразу же сразу мужчины сообразительные сразу прикинули вам и сразу будете заинтересованы чтобы у нее было как можно больше подруг согласны чем больше подруг тем больше вам баллов ваши баллы к себе там девичника устраивает и это все будет на фоне тех несчастных мужчин которые тяжело работают получать три балла в день знаете вы еще за это балл получите от подруг да она еще сказать только слушай а мой дурак конечно уже на тренинге не пожалела 1700 а теперь сиди в эту в салтовке и работой идея понятна девочка чтобы вам хотелось для такого мужчины сделать так вот теперь вам покажу что вам надо дело вообще почти ничего не надо делать вы вспомните как мужской муж ум работает вам не надо большие дела делать мужу вам надо делать правильные дела мужской ум сам все раздует даже делать ничего не надо что-то за правильные дела интересно женщин там всего тоже две вещи знать просто как работает ум первое дело вы знаете вы просто недооцениваете а ну-ка угадайте с трех раз я вам даю версию да иногда вот эти четыре буквы вы зарабатываете больше у мужчины чем он за год 50 тысяч баллов миллион баллов да вы догадываетесь что не женщины придумали песню я за ночь с тобой и все отдам это правда внутри души мужчины вот секс с женщиной особенность любимой женщины стоит столько что мама дорогая только вправе не разбалуйте его чем прямыми путями перекусоном не давать и так дальше поэтому вовремя я не буду деталей рассказывать они сексолог да и тогда но просто знайте это дорого стоит и позаботьтесь почему важно урок и работать чтобы голова не болела что когда мужчина нуждается вот в этих вещах чтобы вас в этот момент было хорошее настроение понятно что если мужчина пдд и сюрприз это у вас хорошее настроение метели как они в паре все это вы можете и сами быть счастливыми но конечно вместе это будет намного легче тем более все что вам надо чтобы возбудить мужчину это просто раздеться это мужчине надо там что-то выдумывает прелюдии шмы люди да вам что вам ничего не надо там все просто вас союзники если уже дождались да и вовремя чуть-чуть потерпел чтобы чуть-чуть недоступны тоже детали я буду рассказывать но когда это лучше всего вам интересует это вместе со второй вещью идет я даже до сих пор не нашел как назвать эту вещь ну давайте назову это словом болельщик самый главный с г б главный болельщик что это значит что вам надо знать девочки о мужчинах что у мужчин есть две ключевые точки в которых все что вы не сделаете для него умножается там на миллион то есть вы же понимаете что жизнь наша не такая а какая такая 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 бывает такое что мужчина наконец-то добрался до мамонта и возвращается с мамонтом все в округе его что на руках носят а знаете что в этот момент он больше всего ждет чего одобрение он больше всего ждет от любимой женщины то есть тот момент особенно люди которые занимаются там работой с людьми это врачи этот тренеры преподаватели священники на его и так все уважают все ему говорят какой он классный все ему шо он только не делает да ему уже не интересно то что ему говорят и только одна жена все знают какой ты класса до зная я знаю какой-то идиот именно в этот момент вот что она сделала шоу била его миллион баллов слетела с нее то есть в этот момент что-то а что вот эти вещи я буду показывать завтра как это делается детально да то есть как вот в этой точке сделать так чтобы мужчина был вам баллы насыпал на три года вперед всего то что надо делать кстати секс в этот момент это вообще если еще добавку к этому еще и секс это вообще-то с сразу вносите нам на этот сам и вы ничего не делаете и вторая точка догадываетесь какая-то это когда мужчина в торбе полный вот в этот момент как вы думаете он больше всего в чем уже нуждается я все вы спалили все эти баллы которые заработали в этот момент другие вещи надо сказать я вот обычно в этом месте историю рассказывай про предпринимателя и тренера до предприниматель мужчина тренер женщина реальная история 2 17 вагон кто-то слышал не кто-то не слышал я ее повторю симферополь поезд там вы знаете как симферополь здесь можно выйти на перрон здесь здесь возле туалета можно ну с разных точек вот парень предприниматель мой друг привозит женщину тренера бизнес тренера но у нее особый склад характера там и мужское и женское хорошо развивает и тогда привозит на вокзал не говорит какой он на 2 туда иди вырвалась туда иди это какая энергия мужская или женская мужская мужчине сказать туда иди тем более по крутому пацану хватит за два чемодана и куда конечно по обратную сторону да я знаю куда идти и пошел сюда а это же кровь залилась мне так глаза закрыли дурак идет не туда я точно знаю что второй вагон здесь да но в этот день говорит я решила быть женщины побыть женщин а что такое женщины мужчина во внешнем мире материальном мире служит женщина что следует некоторые женщины возмущающие следовать должна за мужчиной вот смотрите есть щит есть меч что надо делать следовать защитами мечом или впереди эти женщины не учета я должна следовать ты потому что поранишься мужчину подставлю он для его на во первых мужские качества разовьет если ты его сзади спрячешь то он не закаленный будет а ты зато вся в шрамах на тени если надо вперед до нюхнула цветочек вспомнила что она женщина для нее якорь такой иду нюхаю сволочь такая ну и такая успокаиваю себя иду ну надо ну чё не послушать сразу ну это придурки тупые тупят да он гребе себе ну же дух да да гребает сюда бак 17 вагон вы когда-нибудь видели морду мужчины который упёрся в 17 вагон в присутствии женщина которая ему говорила что идти надо туда вот вова так стоит он говорит боюсь повернуть даже голову да полина ж сзади там сидит а так вот да а с меня уже вот вырывается отсюда да фраза я ще говорила знаете как мужчина мечтает именно в этот момент услышать не я все говорила особенно если в присутствии кто-то есть просто обожает я хорошо цветочек нюхнула да он поворачивается глаза отводит на так смотрит и делаю невинную мордочку очка ничего страшного полчаса у нас есть еще я же тебя знаю если цель поставил ты всегда дойдешь я в тебя верю так подозрительно на нее посмотрел чемоданы взял это три раза глядывается идет неожиданно для него но бал не получила на иду сюда иду гребут и все по дороге нюхаю то цветочек и думаю ну как же этих мужиков заставить вообще сразу второй вагон идти там и тогда чем это кругами ходит и тогда доходим сюда тут меня вырывается фраза поводу я тебе говорила всего-то навсего чуть-чуть дельта т подержи это я тебе говорила когда добирался но я же говорил что дойдешь я верила надо было тебя слушать о я наконец поняла как сделали так чтобы мужчины слушали надо тупо за ним следовать потому что она начинает чувствовать ответственность мало того вот мужчины вот эти вещи запоминают на всю жизнь это баллы вам на всю жизнь уловили идею вот и все что надо делать а вот как это делает это мы уже будем завтра говорит интересно на каком месте заканчивается серии самым интересно так вам домашнее задание запишите сделайте его не поленитесь сегодня это немного времени или завтра с утра встаньте в 7 часов и так дальше до составьте список нормально нормально составить список почему я счастливый или счастливая прямо сейчас модификация этого вопроса что делает меня счастливой сейчас что я делаю что делает меня счастливой уловили идею да помните правила сознания достаточности это можно с вечера всякие просто напишите почему вы прямо сейчас можете чувствовать себя счастливой одна написала до проснулась на уже счастливой кто-то же не проснулся здоровая у людей куча болячек я вчера была ванка диспансере у слава богу и они там поняли да дети есть фу слава богу других и детей до сих пор нет фу дом не слава богу за кредиты не забрали других забрали фу муж домой приходит мой это я его не понимала 30 лет а вы все-таки ходит еще блин других вообще не не то что нету это же не ходит это дальше то есть напишите то есть вы помните правило у каждого достаточно причин чтобы счастливым вот напишите список этих причин и отследите свое состояние когда вы будете пись идея понятная это что вы имеете что вы умеете что вы знаете и какие у вас отношения потому что очень часто мы имеем класснейшие отношения но не ценим их пока не потеряем так вот потерять можно вот вы что-то есть от пристав а если его нету где до конца жизни нету если плохо назад от это тоже меня делает счастлив то есть потеряете мобильники вы поймете почему вы счастливы о мобильник статьи есть не потеряла вы поняли идею да то есть мысленно посмотрите что у вас есть на секундочку потеряйте смотрите если плохо стало все значит это уже то что делает меня счастливый уловили купите козу до утра до утром проснетесь посмотрите коза продано да и уже счастливы можно такие вещи делать сделать обязательно этого упражнения без него очень трудно делать а база потому что даже получится но если ты не умеешь ценить то что получил а надо научить ценить то что получил цените то что есть одежда какая есть у кого-то и такого не туда полный шкаф одеть нечего до полный шкаф можно писать как счастливость на других и шкафа то нету квартиры там свои домашнее задание понятно простое сделайте его с него начинается счастливость завтра мы будем более глубже лезть туда и разбираться